Я была единственным в мире нумерологом, который вообще увидел, что будет в России и Украине. Что-то там с Америкой, короче, будут какие-то проблемы. Там точно будет что-то неприятненькое. Это ж, в принципе, очень тяжелый год. Все становится на свои места. Через разрушение. Все немножко под офигеем. Все говорят про то, что ты заключил сделку с дьяволом. А как вот другим людям найти свое предназначение? Все есть в дате рождения. То есть, вселенная не идиотка. Книга, что ты с ней сделала? Отправила ее в космос. Охренеть! В тот вечер я стала миллионером с нуля. У вас будет много еще детей с Сашей. Ну, слева будет конкретно все в порядке. Он очень необычный мальчик. Если вы думаете, что-то делать или не делать вообще, лучше делать, потому что конкретно умирает очень много людей. Возможно, вы будете следующее. Кристина Игазарова! Вау! Привет! Привет! Привет, Кристина! Как я рад, что ты пришла. Я тоже очень рада быть здесь. Да, значит, так, друзья. Кристина, нумеролог, который работает со звездами, который выступает на телеке, у которого 20 тысяч учеников, у которого книга... Что ты с ней сделала? Отправила ее в космос. Отправила в космос книга, значит, ты чуть-чуть по хайпу тоже двигаешься, это хорошо. А миллион подписчиков в инстаграме? За год. За год? С нуля? Да. То есть, ты год назад не вела инстаграм? Или чуть-чуть? У меня это вообще, у меня было 80 тысяч подписчиков, потом у меня заблокировали инстаграм. И ты с нуля начала? Я же ушла в депрессию и начала все с нуля. Вау, то есть, ты начала с нуля не только инстаграм, а вообще свою деятельность? Вообще свою жизнь, я бы сказала, это был очень трансформационный год. Мы об этом еще, наверное, поговорим. Очень классно. А 150 миллионов рублей, последний запуск? Все мои последние запуски. В смысле все? Все. В сумме 150? Нет, каждый мой запуск. Несколько? Молодец. Три темы, самое интересное, о чем мы можем поговорить. Да, первое. Это, конечно же, обо мне. Да, это самая интересная тема. То есть, обо мне, что там цифры говорят насчет меня. То есть, на самом деле, я в целом темой астрология, нумерология, разные практики и так далее, увлекаюсь довольно давно. То есть, я пять лет конкретно хожу раньше раз в месяц, я прям конкретно ходил к астрологу. Сейчас уже пореже, но все равно. То есть, мне в целом это дает какую-то веру, знаешь, там, ну классное. Вектор. Вектор, да. То есть, примерно там, вот это лучше в это время не делать. И делать это делать и так далее. То есть, вот первое, это про меня, про Сашу, про Лео. Кстати, Лео никто не за это время... Вот я что-то забыл, я недавно со своим строго общался, но я про Лео не спросил. То есть, никто не давал никаких, тем более, публичных прогнозов Лео. Ну, вернее, как давали там какие-то ребята в интернете, но я это не смотрю. Вот, интересно про Лео. Это, то есть, первый такой блок, да. То есть, на этом примере вообще понять, что ты делаешь. Потому что людям не очень очевидно, в чем отличие нумеролога, который стоит тысячу рублей, например. От номера... Я не знаю, сколько ты стоишь, сколько у тебя там... 200 тысяч стоит одна консультация, но там запись на целый год вперед. Так что, а что-то не сделаешь 2 миллиона, тогда если на год? Не хочу, я не вижу смысла. Не хочу превращаться в наставника всех наставников. Да, кстати, ребята... Не, наставники наставники тоже классные люди. Тоже у них... Ну, то есть, они... В чем я понял отличие, как бы, что... Но они конкретно... Вот я много пообщался. Вот, и они конкретно очень сильно вкладываются в людей. То есть, они прям берут и свою энергию прям-то закачивают. То есть, я, например, сейчас, ну, я так сильно не готов, как бы, знаешь, вот прям проживать за другого человека. Мы с тобой пятерки, ты с пятого числа родился. 23. Это пятерка. И это люди, которые на большую аудиторию, на массы. Есть люди, которые вот у тебя были до этого на интервью, и они как раз должны работать. Торичь, да. И они этим самым энергию свою не сливают, а наоборот аккумулируют ее. А в нашем случае мы, можно сказать, некие интроверты, которым это противопоказано. Мы очень быстро сдуемся. Нам нужна большая группа людей. Мы передаем весь поток информации, которую познаем, и которая к нам поступает. И через нас люди... А у тебя какого числа? 14-го. Это тоже пятерка. А какой месяц? Июля. Семерка. 14-е июля, это... Рак я. Рак, да? А это тоже там как-то участвует в нумерологии или нет? Конечно, нумерология вообще смотрит все. И день, и месяц, и год твоего рождения. А я имею в виду вот эти знаки зодиаков, там это как-то... Ну, знаки зодиака, смотри, нумерология и астрология, это вообще ничем от себя не отличающиеся дисциплины. На самом деле астрология... Нет, не отличающиеся или нет? Нет, не отличающиеся. Если ты опытный нумеролог и астролог, то ты понимаешь, что это все про одно и то же. Чтобы создать астрологическую натальную карту, нужно вернуться к цифрам. А нумерология и есть эти цифры. То есть нумерология – это база, с которой все изначально началось. Классно. Так, значит, первый блок – это я, Лео, Саша. Второй блок – это как нумерологу заработать 150 миллионов. И это касается, естественно, всех смежных, ну, каких-то вот экспертных профессий и все такое. Всех мягких ниш. Да, все мягкие ниши. На самом деле не только мягкие. Мы вчера записали с Джафаром еще подкастик. Вчера пообщаюсь. Это очень прикольно, что я, знаешь, даже с друзьями, с кем я общаюсь каждый день. Я просто вот сижу на подкасте. Я почему обожаю подкаст? Потому что ты узнаешь конкретно новое очень много для себя, того, что ты никогда... То есть вы каждый день общаетесь, но ты никогда этого не знал. И это офигенно. Поэтому тебя тоже раскроем с разных сторон. То есть многие там, кто тебя и так знает, но мы попробуем сделать так, чтобы они удивились. Хорошо, давай. Я помню, Оскар Хартон мне сказал, мы с ним сняли интервью, он говорит, блин, Серега, еще ты мне, я сам о себе такого не знал. Брикинь, очень прикольно. Ну, я видела твое интервью и видела, что ты очень круто раскрываешь людей. Спасибо. Твоя суперсила. Спасибо. Да, значит, второй блок – это твоя история, твои результаты и то, как к этому прийти, как другой человек может это повторить. И третье – это сделать так, чтобы это было максимально полезно людям, которые нас смотрят, чтобы каждый человек посмотрел и попробовал использовать твои таланты, навыки, нумерологию в целом, чем ты занимаешься, использовать для себя. То есть применить какие-то вещи, которые вот он сейчас сидит, да, прям, да, вот он сидит, смотрит, и он такой, о, это я прямо сейчас могу сделать. И получить вот такой прогноз на ближайший год, потому что вот я, у меня всегда разговоры там с астрологами, они всегда заканчиваются, я говорю, вот ближайший год, примерно по месяцам, можешь так и раскидать, да, то есть куда мы сможем, 24-й год, прям всем, пока, это точно для всех работ? То есть как это вообще? Конечно, каждый уйдет отсюда с пользой, более того, кто-то уйдет отсюда еще и с подарком. Каждый получит решение. Вот такая коробка здесь, ребята, не случайно. Не открывай ее, пусть никто не знает, что там находится. Да, значит, там подарок мы для вас приготовили, и внутри подкаста, и мы специально в таймкоды не поставим, когда, мы разыграем кое-что, там будет что-то, один приз для кого-то из вас одного, и абсолютно для всех будет еще один подарок. Да, но ценность его, этого подарка, который для всех, на самом деле ничуть не меньше, чем самого главного приза, который достанется всего одному человеку. Давай все-таки еще чуть-чуть про тебя вначале. Ты занимаешься, по сути, год или нет, или ты очень много? Четыре года? Я занимаюсь нумерологией, я нумеролог. Уже более трех лет у меня есть своя нумерологическая школа. И вначале я относилась к этому достаточно неглобально, поверхностно. И вот как раз из-за этого у меня был очень большой кризис, когда у меня все рухнуло в один год. У меня наступил 2022 год, и именно в этот период у меня рушится брак, у меня рушится работа, мне блокируют... Помнишь, это тот период, когда все переживали, что сейчас заблокируют Инстаграм? И вот я была из тех людей, кому реально его заблокировали, и более того, никогда не восстановили. В этот же самый период у меня уходит команда, и я одна в Дубае, и у меня на счету остается 600 тысяч рублей, и все, типа вообще с нуля. И до этого я была нумерологом, у меня была своя школа, я зарабатывала миллион в месяц. И после этого года, после этой трансформации, я начала быстро расти, потому что поняла вообще эту систему, как это устроено. Хорошо. И давай на мне сначала протестируем эту систему. Что расскажешь про меня? Ну, самое интересное, что мне даже было посмотреть. Все говорят про то, что ты заключил сделку с ял. Заключил? Это правда. Это неправда. Но мы можем это вырезать и сказать, что да, заключил. На самом деле, у тебя очень интересный код. И секрет твоего большого успеха... Что такое код? Код – это твоя дата рождения. Смотри, мы разворачиваем твою дату рождения в матрицу, которая выглядит вот таким образом. Видишь? Покажем? Конечно. И у тебя получается пятизначный код. У каждого есть такая матрица, да? У каждого свой код. И есть самые главные пять чисел в жизни человека, которые надо пройти. Что такое вообще нумерология? Ты можешь показать мой шерст. Вот. У меня только одна семерка, почему я думаю, что мне там семерки все. Нет, мне нравятся семерки. У тебя семерка – главный код. Поэтому, да, потому что, видишь, вверху стоит. Это главный твой код. Но у тебя есть еще... Не обождаю на неверху, но вот здесь. Это сфера денег. А, да? Так, а где тут написано, что у меня 100 миллионов подписчиков? Есть такое? Конечно. Там есть даже больше. А где? Можно мне? Можно я тебе сейчас все расскажу. Ну ладно, сейчас расскажу. А, прикинь, я чуть-чуть в топ. Я только что был в барбершопе у себя в Булгаре, и у меня там барбер, который, он меня уже конкретно моим фэн, там, он мне говорил, типа, у меня за, там, за неделю у меня было три селебрити. Криштиан Роналдо, Дэвид Гетто и Мистер Тэнки. Вот. А это было месяц назад, а сейчас я к нему еще раз пришел, и он говорит, у меня вот тут был, типа, вчера или там, позавчера был Карим Бензима. Знаешь, такого? Футболист, популярный довольно. Ну, не такой популярный, как Мистер Тэнки. Да, и он говорит, и он, типа, он тебя знает, говорит, Мистер Тэнки, смотрит твой видос, говорит, классный, нравится. 16-16, смотри. О, классно. Так что, так что где-то там в этом коде точно должны быть очень большие вопросы. Да, конечно, конечно. Вот смотри, у каждого человека есть пять основных уроков на жизнь, которые он должен пройти к определенному времени. И когда мы исследуем твой секрет популярности, ты можешь сказать, ну, я там начал набирать трафик, ну, я там вот это сделал, вот это сделал. Короче, назвать какие-то пункты, которыми ты будешь считать вот своим ключами к успеху. Но любой нумеролог видит еще глубже, он видит те самые уроки, которые ты прошел. И когда я вижу твою матрицу, а у тебя код 58724. Это код супер денежный, сам по себе. Это когда изначально человек еще с детства вообще может абсолютно все. То есть за что-то не возьмись, в тебе очень легко получается. И главный твой первый урок, самый главный первый урок был научиться сфокусироваться на чем-то одном, бить в одну точку. Второй твой урок был как раз-таки выйти на мир, то есть выйти за пределы российского инстаграма на мировой рынок. И третий твой самый главный урок был, который ты тоже прошел, это как раз-таки Саша и Лео. И это то, что вот цифра 2, она у тебя стоит в четвертом предназначении, и она означает создать семью. И получается весь твой прошлый год, когда у тебя родился Лео, когда ты начал очень быстро расти, у тебя стояло число года тоже 2. То есть это был конкретно год, где ты должен был пройти этот урок, стать отцом, создать свою семью, сделать предложение, потому что в прошлых твоих воплощениях считается, что это была твоя слабая сторона. И вот в этом воплощении ты прошел этот урок, и от этого сразу же происходит квантовый скачок. То есть тут точно нет никакой сделки с дьяволом, абсолютно. Тут как раз конкретно... Это зря так. Это правда так, ты можешь все, что хочешь говорить. И даже когда вы устраивали с Сашей, какой-то кринж был насчет того, чей-то ребенок, чей ребенок... Почему кринж? Потому что... Очень весело было. Но суть в том, что в дате вашей сразу было видно, что у вас должно быть друг с другом родиться ребенок. То есть я была уверена на 100% сразу, что это ребенок от тебя. Глазно. Да, и меня в этом не переубедить. Поэтому ключ к твоему успеху к тому, что ты прошел свои жизни на уроке. Самое главное... Есть еще один урок, конечно, есть еще один урок. Какой? Последний, пятый. То есть ты прошел пятерку, восьмерку, семерку, двойку. И последний твой урок остался четверка. Четверка – это число дружбы и партнерства на мировом масштабе, в твоем случае. То есть тебе нужно заключать большие крупные коллаборации и не бояться крупных партнеров. И это твой ключ к максимальной известности. И твой потенциал – это не 100 миллионов подписчиков, а намного больше. На самом деле, если смотреть... Нет, 100 миллионов – это до конца года. Я понимаю, что потом будет больше. В чем твой секрет? В масштабе мышления. И если смотреть, у каждого человека есть своя собственная миссия. И вот твоя миссия заключается в том, что ты первооткрыватель. То есть в отличие от всех остальных людей, у которых нет такой цифры, как у тебя восьмерка, ты тот человек, кто открывает новые горизонты. И вначале люди могут этого не понимать, они могут бояться и не идти в это, но потом они все следуют за тобой, и ты их этому учишь. То есть то, что ты сейчас сделал, это ты открыл российскому инфобизнесу Америку, на самом деле. На конкретный колумб. На конкретный колумб. И это твоя миссия, и ты это сделал. И вот так вот строится код человека. Проблема всех людей, которые не могут пойти в масштаб, не могут вырасти, не могут себя реализовать, не могут себя найти просто в том, что они не проходят эти уроки. Им страшно, вот и все. Ну или о них не знают. Ну то, что в прошлом, классно, в будущем получается мировое партнерство. Но я, кстати, я так примерно представляю, что вот когда у меня будет где-то 50 миллионов, а это будет примерно, сейчас вот у меня 16 миллионов, за последние два дня у меня подписалось миллион человек, по 500 тысяч в день сейчас подписывается. И то есть когда вот будет 50, я примерно планирую с каким-нибудь Warner Brothers или Sony заключить контракт на музыкальный лейбл. Супер, но есть кое-что. Вот очень важный момент. Когда у человека большой потенциал, когда ему на эту жизнь даются какие-то большие возможности и миссии, это всегда не просто так. То есть у тебя есть очень важная задача. Открывать двери для других людей, а это значит передавать эти знания другим людям. Ты как-то говорил в каком-то своем подкасте, что все, я вот сейчас вырасту, и пошли вы все далеко и надолго, и я не буду ничего там запускать. Вот нельзя так делать. То есть суть в том, что ты должен всегда передавать, передавать, передавать эти знания. И никто не говорит там заниматься благотворительностью и просто делать это бесплатно. Но если ты не будешь передавать эти знания, то эта дверца закроется, понимаешь? То есть ты такой пожизненно в служении. Но это хорошо, это тебе самому дает большое. Нет, мне в целом это очень нравится. То есть я согласен, да, что вот эта вот передача, просто понимаешь, в чем проблема моя? Потому что в том, что... Не все тебя понимают? Не то, что не все, а вообще... Мне человеку интересно давать то, что я сам делаю, короче. То есть вот то, что было там 10 лет назад у меня, ну типа мне просто это неинтересно. Типа, ой, давайте вспомним, как я там запускал свой первый бизнес. Да нахрен мне это надо. Так так и должно быть. Зачем? Для этого есть наставники и наставников. Другие люди, которые передают знания, которыми они овладели в моменте. Они сделали миллион, 10, 20, и они передают эти знания другим людям. Твоя задача передавать то, что еще никто не сделал вообще в принципе. И тебя поймет всегда люди ближайшие к этому. Потом эти люди раздадут эти знания дальше, и пошло-поехало. То есть быть непонятым, это проблема всех гениальных людей на этой планете, мне так кажется. И на самом деле за этим стоит всегда что? Что через 5-10 лет люди будут говорить, господи, какой он молодец. То есть нормальные, адекватные личности уже сейчас понимают, что ты действительно сделал невозможное. И это все благодаря заложенным в тебе изначально кодам. Ты такой родился. И это в детстве проявляется. То есть когда у человека есть такая мощная комбинация цифр, он с детства суперактивный. У него и туда, и сюда, и тому научился, и этому. И куда бы ни пошел, ему дается это легко. Это говорит о том, что у души очень высокий доступ. Это значит, что душа очень древняя. То есть ты, допустим, если в астрологии углубляться, 12-домник. Это значит, что, типа, все, ты вот в последнем своем воплощении. И что дальше? И в этом воплощении... Я легенду, можно умирать? Нет, мы должны служить людям. В этом воплощении очень важно отдавать. Ты творишь что-то новое, чего никто ранее не делал. Передаешь это другим людям. От этого тебе мир дает все больше и больше и больше благ. Ты продолжаешь передавать это другим людям. И это нескончаемый поток изобилия. Вот как на самом деле стать успешным. Раскрыть все свои программы. Увидеть свои сильные стороны, свое предназначение. Ты его увидел. Ты действительно нашел свое предназначение. С помощью нумерологов, астрологов. Сам я не знаю, но ты нашел его. Это большая редкая. И теперь ты просто должен служить людям. А как вот другим людям найти свое предназначение? Все есть дать рождения. На самом деле все, что нас окружает, цифры. Ты же согласен с этим? Что у тебя написано на телефоне? Количество зарядки, время, дата. Ты приходишь в какое-то место, у тебя там всегда есть адрес, локация, ты смотришь на часы, ты все время пользуешься временем. Это единственная вообще единица, которой можно измерить пространство, время. Нумерология изучает это время. И мы считаем, что у каждого человека есть свой исходный код, свой код успеха. Ты рождаешься, день, месяц и год твоего рождения – это твое окно, которое как раз-таки показывает, кто ты. Почему много людей рождается в один день на самом деле? Потому что есть некий естественный отбор. То есть вселенная не идиотка. Она прекрасно понимает, что часы должны идти, и что в этой системе мироздания каждый должен быть на своем месте. Но вероятность того, что один человек, рожденный в этот код, имеет такое предназначение, дойдет до своей миссии, ничтожно мала. Поэтому она в один день дает жизнь очень многим людям. И кто-то всегда доходит. Но каждый человек может взять из этого потенциала очень многое. Но вот получается, что таких, как я, например, с такой же датой, сколько в день рождается людей? Не знаю, но я думаю, очень много. Смотри, 8 миллиардов. Насколько там сейчас увеличивается планета? Примерно. Блин, интересно посмотреть. Давай посмотрим. Я просто прям этот вопрос, я им задавался, но забыл загуглить. На самом деле точка отчета тоже имеет значение, но не такое глобальное. Точка отчета что значит? Где ты родился? А, локация. Да. Я в Венгрии. Да. Сколько детей рождаются в разных странах за сутки? В Монако один в сутки, а в Индии 71 тысяча. Дети, которые рождаются в Монако, имеют хорошую карму. Люди с хорошей кармой, их очень мало. У них конкретно хорошее будущее. Так, блин, в сумме не видно сейчас. А, счетчик есть, прикинь. Есть живой счетчик людей, которые умирают и рождаются прямо сейчас. Блин, это прикинь, как классно. Смотри. Сколько сегодня? В данный момент живет численность населения планеты 8,1 миллиард, 8 миллиардов 157 миллионов человек. Мужское население 50,5%, женское 49,5%. Мужчин все-таки чуть-чуть больше. Это пока. Как у меня аудитории 70% это мужчины, у мистера Тэнки. То есть за месяц, вот, за месяц родилось 16... Так мало? 16 миллионов человек. Ой, ну это не так уж и мало. 16 миллионов человек за месяц рождаются. Я думал, сильно больше. Подожди, 16 миллионов, если умножить на 12, это получается 200 миллионов примерно. Нет, подожди, нет, нет, нет. 200 миллионов в год. 16 миллионов мы умножаем на 12 месяцев, это получается 100... А, да, 190 миллионов. 200 миллионов в год. Это рождено, а умерло в этом году 6,2. То есть 16 раздается, 6 умирают. Плюс 10 миллионов в месяц, короче. Хороший прирост. Да, 120 миллионов вырастает планета за год, если правда то, что здесь написано. Вот, а прямо сейчас, прикинь, вот здесь вот, это самая жесткая цифра, умирают счетчик умерших. Я не знаю, как они... Прям бесконечно идет. Смотри, раз в секунду. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это прямо сейчас умирают люди. Поэтому, ребята, если вы думаете, что-то делать или не делать вообще... Лучше делать это прямо сейчас. Лучше делать, потому что конкретно умирают очень много людей. Возможно, вы будете следующим. Сережа. Нет, ну нет, кто-то из наших зрителей реально может завтра умереть. Можно даже сегодня. Они не умрут, потому что они в этом году все пройдут свои уроки, и все у них будет хорошо после этого подкаста. Это хорошо, классно. Я, кстати, исследовала по нумерологии. Это интересная штука. Почему люди садятся в один самолет, и он разбивается? Что объединяет всех этих людей? Знаешь, я была в шоке от этой информации, от того, что я увидела. Мы посмотрели с моими учениками за 30 последних лет все авиакатастрофы, дата вылета и даты людей, которые были в самолете. И у всех код совпадал с датой вылета. То есть код жизни совпадает с кодом смерти. Допустим, человек родился 30-го, и дата вылета будет, допустим, тройка. И вот у всех людей в самолете будет эта тройка. Представляешь? Да ладно. Это 99% статистика. И вот после этой информации сидишь и думаешь, как не верить в цифры. А вот я вспомню, что мы говорили, что в один день рождается примерно получается, что 16 миллионов. Разница 6. Поделить на 30. Это 500 тысяч человек, короче, примерно рождается в один день. 500 тысяч человек с одной датой. 500 тысяч человек с одной датой в мире рождаются в один день. А сколько людей в этом мире ты знаешь успешных и реализованных? Ну, я конкретно не так многое знаю. Я тоже. Суть в том, что это действительно естественный отбор. Так это работает. Люди, рожденные в один день, естественно, когда мы их разбираем по нумерологии, имеют свои особенности. Исходя из города, в котором они родились, страны, в котором они родились, фамилии, имени и отчества. Мы это тоже учитываем. Но, если быть честными, у всех у них одинаковые уроки. У меня была своя передача на радио 3 года назад. И на эту передачу мы звали звезду, допустим, Авраам Руссо. И приходил его нумерологический близнец. Человек, родившийся с ним в один день месяц год. И этот человек, он заработал в кассиром в пятерочке. И мы всю передачу пытались понять, как такое возможно, что один имеет вот такую же точно дату, но он супер успешно реализованный, а второй, ну, работает в пятерочке. И оказывается, что в детстве они проживали одни и те же травмы. Хотели быть одними и теми же людьми. Интересовались одним и тем же. Но в один промежуток времени один делает правильный выбор, а другой неправильный выбор. Понимаешь? То есть один принимает решение не послушать папу и пойти в этот университет, а второй идет слушать, допустим, родителей в этот университет. И все, судьбы пошли разными дорогами. И когда смотришь, эта передача длилась полгода. И каждую неделю выходил новый гость. И когда за полгода ты понимаешь, что, блин, ну это совпадает. Ну, типа, реально совпадает. Детство. Это не постанова? Это не постанова. Это действительно так. И каждую неделю приходил человек со словами, типа, да, я вот так же делал. А я тоже любил рисовать. А я тоже, типа, был суперклассным в школе по спорту. И ты понимаешь, что у них абсолютно одинаковые таланты, абсолютно одинаковые мечты вообще в детстве были. И даже травмы, которые мы получаем от социума, родители были одинаковые. То есть кто-то там живет в семье, в которой нет отца. Кто-то живет в семье, где там мать пьет. И у них действительно похожие жизненные ситуации. Но по-разному развивается ветка событий. И вот в нумерологии есть такая очень штука интересная. Она называется древо событий. Типа, есть путь. Ты рождаешься, у тебя есть точка А. И есть миссия, к которой ты должен прийти. Вот к которой ты сейчас идешь как раз таки. А какая у меня миссия? Твоя миссия – это быть первооткрывателем для мира. То есть это выше, выше, там очень высокий потолок. Это когда ты в каждом витке, который проживает мир, видишь дверь, которую не видят остальные, открываешь ее, и все туда заходят. Вот такая у тебя миссия. И получается, что мы должны с точки А в точку Б прийти. То есть к этой миссии. Естественно, из 100% людей туда доходит 1%. Да, даже сильно меньше. Если 500 тысяч человек... Ну смотри, сколько в этом мире успешных людей? 1%? Ну что, что это успехом? Которые в топ-топ, супер-успешные люди. Супер-успешные? Там их 100 человек. В инстаграме ты знаешь, да, сколько людей, у которых 100 миллионов подписчиков? 1. Нет, их 37. Кто? Я знаю, это у Караналда. Нет, 37 человек. У Криштиана у него 630 миллионов, у Лионель Месси 500 миллионов, у Ким Кардаши, у Джастин Бибер, у них у всех там по 300 миллионов, 350, Кали Дженнер, Кеннер, вот вся семья Дженнер. Ну смотри, не у всех же миссия будет связана с именем. Нет, я понимаю, что не все популярность, я имею в виду, что, как бы, что считать успехом, вот. То есть у каждого человека там какие-то свои представления. Вот показатель успеха, это всегда, когда твоя глобальная мечта сбывается, вот что такое показатель успеха. И, как правило, это глобальная мечта начинается с детства, и потом в течение жизни она приобретает краски, формируется. Обычно в течение жизни она забывается. Ну, к сожалению, да. Ну, допустим, если посмотреть на мой путь, я всегда мечтала снять фильм в Голливуде, и, кстати, ты повлиял на мой путь. Ты можешь себе представить, ебать, что я сейчас понял, прикинь. Что? Извини, перебил. Охренеть! Прикинь, мне мой астролог, ты сейчас сказал, ты мне третий раз уже сказала про это, а я только сейчас понял, что... Короче, прикинь, мне там мой, короче, мой астролог, мне сказал, он говорит, я говорю, блин, я что-то устал от обучения, короче, всякие там, я сейчас тебе заметку покажу. Что? Те руки трясутся, что происходит? Сейчас, погоди, я вспомнил, прикинь, сейчас я тебе покажу. Ты пугаешь меня. Видишь, вот, смотри, верхняя строчка, это я себе записывал там, это два отдельных приложения, видишь, верхняя? Офигеть! Говорит, вот, в той форме, которая тебе интересна, это сними со мной в Netflix, типа, чтобы люди ко мне приходили, то есть... Я в этом живу. Короче, брать только тех людей, вот лично, кто хочет, вот такие мечты у них, такие же, такого же масштаба, как у меня. Типа, сними со мной в Netflix, типа, сними со мной в кино. Так я тебе сейчас вообще больше расскажу. Короче, я мечтала в детстве. Типа, вот, я почему-то этого хотела. Я сниму фильм в Голливуде, который изменит мировоззрение у людей, вообще разорвет шаблоны. И мне всегда все говорили, я из обычной семьи, из маленького города Армавир. То есть, знаешь, где это? Краснодарский край. Это очень далеко. Вот, и покажет, как... У меня с географией плохо. Это далеко. Я знаю, что это далеко. Это Краснодарский край, это под Краснодаром маленький город. И я сижу там такая, кругом люди, которые, типа, нужно устроиться на госслужбу. Это самое лучшее, что может случиться с тобой в жизни. Я работала юристом. Я магистр юридических наук. Я послушала маму. И я говорю, нет, я хочу снять фильм в Голливуде. Я буду менять мировоззрение людей. Они мне говорят, что ты несешь? И вот эта глобальная мечта в течение жизни все время разбивалась. Ну, то есть, куда бы я ни шла, мне все говорили, нет, 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 нет. И в итоге я пошла на юриста, отучилась на юриста. Поняла, что это не мое. Когда я стала нумерологом, я с чем столкнулась на российском рынке? Что никто не попадает в Голливуд, и никто там фильмы не снимает. И я сижу и думаю, ну, здравствуйте, что нам делать? Наша мечта по-прежнему невозможна. Ты уже супер там успешная, ты номер один, у тебя уже все есть, а ты по-прежнему не там. И у меня тогда происходит большой кризис в жизни, про который я тебе говорила. И когда я вылазил с этого кризиса, я такая, нет, мы не будем предавать мечту. Типа, мы все равно будем делать, и выход точно найдется. И тут появляешься ты, а мы с тобой виделись два года назад у Осипова на яхте. Верево? Да, и тогда не было мистера Сэнкио, и я помню тебя, и помню, что, ну, просто хороший парень. И просто я захожу в инсту, вижу, что там ты начинаешь это делать, и до меня доходит, что вот, выход на мой фильм в Голливуде, вот что надо делать. То есть ты очень сильно повлиял, ты, ну, знаешь, как сказать, вдохнул в мою мечту, что ли, жизнь какую-то. И это про то, что в этом твоя миссия. То есть ты дал мне, сам того не зная, со мной никак не взаимодействуя, не общаясь, просто понимание, что моя мечта реально может осуществиться, и я действительно туда дойду, и я теперь знаю, как я туда дойду, и все намного проще, чем я думала. Оказывается, надо просто снимать интересный контент там, и все. Ну, то есть ты мне упростил задачу. Ты можешь стать героем такого же подкаста. Это платно и стоит 11 миллионов 111 тысяч 111 рублей. И это будут лучшие вложения в твою жизнь. Вот просто для примера. Нина Виркоин, у нее 90 тысяч просмотров подкаста с ней за 2 недели. И мы спросили у нее, вот она прислала. Первые, подводим, первые итоги промежуточные, потому что у нас продажи еще не закрылись, они будут идти еще почти весь декабрь. Ну, еще 2 недели точно будут, поэтому я думаю, что я еще как-то усилю по результату. А так вот, прошло у нас 2 недели с подкаста, и вот такие результаты. А вот такие результаты, это 18 миллионов рублей купила только по ссылке под подкастом. А вы понимаете, да, как работает подкаст? Во-первых, он становится медийным, о нем узнает огромное количество людей, переходит в Инстаграм, подписывается в Телеграм, на Нину подписала 7 тысяч человек в Телеграм, пока с 90 тысяч просмотров. Подписываются, и потом всю жизнь они следят. И вот эти люди, которые только что купили, естественно, эти люди будут дальше идти. Если у вас классный твердый продукт, то они будут дальше покупать, высокие чеки, рекомендовать друзьям и так далее. 18 миллионов рублей за 2 недели, понимаете? А подкаст работает всю жизнь, и он постоянно набирает просмотры. Поэтому, если ты хочешь подкаст, хочешь, чтобы я раскрыл тебя с разной граней, чтобы мы так же кайфово побеседовали, как и со всеми участниками моих выпусков, снизу ссылка на Катю, это менеджер, напишите ей в Телеграм, расскажите, чем вы занимаетесь, и если вы нам подходите, то добро пожаловать на подкаст. Мне говорят, что, типа, а, нет, ну там же все понятно, все легко, там надо снимать вот это. Людям кажется, что они со стороны поняли, что надо делать. Я просто пока, знаешь, для меня-то это стало уже нормой, но они же не знают, как я страдал. То есть они же не знают, как я... Я вот рассказывал на подкасте, как я лежал спустя 2 месяца после того, как я начал снимать, когда я снимал каждый почти день, когда я выкладывал, я выложил 90 роликов, и у меня было 15 тысяч сраных подписчиков в ТикТоке, которые вообще ничего не удавали, не приносили, не было никаких перспектив вообще. И когда я сказал, пацаны, мы закрываемся, все, я 2 месяца, 2 месяца. Но ты не сдался. Да, но 2 месяца, это уже много. Потому что 2 месяца каждый день, и каждый день выкладывать, каждый день снимать. Команда новая, снимаешь какую-то полную херню, которая просто, я говорю, мы снимаем бред. Я в этом, блядь, не буду больше участвовать. Так, а сколько хейтят и тогда словил? Что люди думали, и ты через это прошел? На самом деле, мне кажется, это огромный секрет успеха, когда человек идет сквозь толпу, сквозь весь этот хейт, и доходит. Потому что сколько хотели, сколько людей пытались, но все боялись. Да, не у кого. Ну точно, не у кого. Да, что даже не получилось. Есть алгоритм, который ты же, и продаешь по факту. Они испугались. Да, они просто не знают, что так можно. Позвали. Меня очень вдохновляет. Мне нравится. Потому что 1 миллиард 59 миллионов просмотров за 30 дней. Миллиард. Типа на земле 81 миллиард. Это 8. Это 1,8? 1,8. За месяц. За месяц. 1,8 планеты тебя посмотрела. Ты прикинь, что ты действительно можешь менять этот мир. По-настоящему менять этот мир. Мы тут пытались, когда я начинала, я говорила, надо делать коллективные медитации. Сто человек не соберешь, а здесь тебя смотрят. Это инструмент решает вопросы вообще все жизненные, мне кажется. Классно, кстати, что вот ты есть. Потому что каждый раз мне какие-то люди, они на моем пути, если посмотреть на меня, то есть я общаюсь с кем-то, и вот есть люди, которые скорее тебя поднимают по состоянию и по желанию, и все такое. А есть люди, которые скорее опускают. То есть они как бы, они вот на своем уровне каком-то, и они там что-то видят, какие-то проблемы, сложности, еще что-то. И я вообще считаю, что вот люди, которые работают с людьми, с другими, а ты работаешь конкретно с людьми, то есть вот их задача главная, на самом деле, если все упростить, все-все-все, то есть у каждого есть какой-то свой подход, какая-то своя методика, система, свои инструменты, которыми они, это очень классно, что у тебя есть, и мы, и каждый из вас, ребята, подождитесь, дождитесь момента, каждый из вас его получит бесплатно. Да, вот ту систему, которая есть у Кристины, и то, что она сейчас делает для меня. Вот, но вот это вот само по себе, вот это вот, оно стоит как бы, оно на втором уровне, вот на первом уровне, на самом деле, это вера. То есть вот вера, вот если ее нет, никакие инструменты тебе не помогут, это просто бессмысленно, потому что тебя хватит ровно настолько, сколько вы будете вместе, потому что, когда вы вместе, вот в одном поле, на тебя распространяется вера другого человека, то есть он в тебя верит, и это очень прикольно, кстати, что на самом старте, я там рассказываю, что на самом старте я не очень сильно верил в то, что это возможно вообще, и мне тогда очень повезло, что я встретил тогда в Лос-Анджелес Ринату, там девчонку, у которой, ей было 19 лет, и вот это вот был момент, который вот реально развернул вот этот вектор, просто мы шли по Санта-Моника-Бич в Лос-Анджелес, и просто мы идем вдвоем, и к ней подбегает американская девушка, ну там студентка, и начинает просто визжать, короче, просто при виде нее, и говорит, я твой фэн, короче, я тебя люблю, и я вот когда в этот момент, когда я это увидел, я такой, это вообще правда, ну то есть, и вот сейчас так же со мной, вот Вика Боня, там Надя Серовский, там Саша, то есть вот все, то есть вот все люди, кто со мной ходит, где-то вот приходят, я прихожу, и вокруг меня там, ну типа там 10 человек фоткаются, там все там, и они так, и они вот до конца, то есть Надя, мы когда с ней встретились, она говорит, я смотрю твои сторис, я не верила, что это правда, то есть, и она когда, просто когда уже, знаешь, уже там 10 человек, ко мне пришел, она говорит, это что, блин, правда? Потому что ты действительно пошел туда, куда все боялись смотреть, и я помню, как это у тебя начиналось, как это хейтили, я видела это, и я была уверена, что получится, потому что когда ты идешь против толпы, не боишься, вот всегда получается. Да, и очень классно, да, что вот у тебя, вот рядом с тобой тут, сейчас у меня даже такая вера, такая, я таковую классную, видишь, просто есть люди, которые учат других, но у них еще у самих кучи блоков, ограничения, есть люди с свободным мышлением, которые уже сняли эти блоки, они готовы взлетать, и рядом с такими людьми ты действительно окрыляешься, легче растешь. Ребята, конкретно рекомендую подписаться, телеграм-канал, инстаграм будет снизу, подпишитесь просто уже сейчас, а дальше там мы еще расскажем, как подарочек забрать снизу, ссылки, подпишись на грязи. Давай про Сашу тогда, дальше. Слушай, ты знаешь, вот, кстати, очень многие мои ученики мне всегда приводили ее в пример, типа, она родилась 15-го числа, у нее сделка с дьяволом, у нее сделка с дьяволом, да что за бред? Ну, есть такая школа нумерологии, которая ему реально это учит, это не моя школа, если что. Вот, на самом деле, у Саши суперсильный дар быть артисткой, стоять на сцене и выступать на массы. Типа, вот это прям ее, вот, сто процентов. И если мы говорим про вашу совместимость, то, в принципе, сама встреча, сама встреча изначально была для создания семьи и детей. То есть, это человек, который точно тебя любит, у которого точно к тебе серьезные, глубокие чувства. Это не хайп, это не хейт, это не там заранее что-то, это действительно чувство. И у вас будет много еще детей с Сашей, не один ребенок. Вы преодолеете там все, у каждой пары, у любого союза есть свои уроки. Почему пары расстаются? Потому что они бегут от самого себя, они не хотят проходить этот урок, и все, типа, давай, до свидания. У вас с Сашей же тоже есть свои уроки. Вот. И самое главное, что у вас стоят еще дети. И в этом союзе вы очень сильно растете оба. Заметь, что именно когда появилась в твоей жизни, Саша, ты сильно вырос. Потому что в твоей матрице единственное, что ты не проходил, это любовь и отношения. То есть, в прошлой жизни твой главный урок стоял создать крепкую семью. Ты в прошлой жизни был я за работу, я буду фигачить, я вот такой вот. и не шел в любовь, не открывал сердце. И в этом воплощении ты должен это сделать. И Саша тебе для этого и дана. И как только вы встречаете, все, это бум эмоций. У нее очень сильная матрица про проявление, она должна была тебя замотивировать петь, она должна была тебя замотивировать больше выступать и проявляться. А у тебя очень сильная матрица расширения сознания. То есть, ты должен ее раскрыть и дать ей возможность выйти на мир. Потому что у нее точно такой же потенциал, как у тебя. большой масштабный. Это круто, когда такие люди встречаются. И как ты думаешь, вот когда две души уже в последнем воплощении, то есть мудрые, у которых большой опыт, соединяются, какой у них может родиться ребенок? Ну, слева будет конкретно все в порядке. Тут это даже не про то, что ему изначально достались родители обеспечены. Это про самого ребенка. Он очень необычный мальчик. То есть, если посмотреть на его матрицу, это ребенок, который будет уже в три года все понимать, знать, разговаривать. То есть, супер-супер умный ребенок. Лео в три года курс запустят. Не убили. Мне кажется, он уже в один год. Как быть во всех СМИ, когда тебе два месяца? Да, но это опять-таки про то, что вот вы два человека, которые дают ему такой потенциал. Если не уходить в эзотерику, уходить в науку, ведь действительно мы все состоим из генов наших родителей. И родители пытаются отдать нам через ДНК все самое лучшее, что есть в них. Два масштабных человека вместе всегда будут иметь вот такого вот масштабного ребенка. Главный его урок, он же 13-го числа родился, правильно? Главный урок Лео, научить, ваш урок с Лео, научить его все не разрушать, потому что у него очень разрушительный, такой сильный, мощный будет характер. Это когда тебе что-то надоедает, и ты сразу же все рушишь, ломаешь. Это будет и с отношениями, и с работой, ну, со всем. Вот его надо научить ценить какие-то мелочи, иначе он будет вам вообще покой не даст, вам будет очень с ним весело. А что еще вот по нему? Вот есть какие-то предрасположенности, все такое? Да, сейчас скажу. То есть, вообще, это же классно понимать... Своего ребенка. Да, понимать, что ему нужно, что ему больше подходит. Потому что, ну, реально, вот меня просто в детстве отдавали во все, кроме музыки. А вот я конкретно бы хотел, и музыка тоже, чтобы была. То есть, у меня было очень много всех видов спорта, абсолютно вот все, что есть. Но вот именно вот музыки у меня как-то не это. Видишь, это проблема всех детей на этой планете, мне кажется. Мама же не знает, куда отдать ребенка, и папа тоже. Никто не видит его потенциал. Более того, бывают очень сильные дети, рождаются, ну, вот по характеру, а их ломают. Тут не кричи, тут помолчи, тут успокойся. И все, и потенциал ребенка, он ослабевает. В течение жизни потом проходишь какие-то уроки, тебе сложно, у тебя ничего не получается. Вот. И если смотреть на матрицу Лео, Лео обязательно нужно отдавать на голос. Сто процентов. То есть, ему нужно развивать будет голос. И второй его самый сильный фактор, это тело. Очень крепкое тело от рождения и всю его жизнь. Моё вообще любимое, то, что мы с ним делаем, это, принципе, единственное, что я с ним делаю, это я его так кладу на кровать и он просто ложится и он ко мне ползет. Типа он так вот. Через мускулы, да? И он реально прям, ну, прям очень мощно прям старается. Вот когда в дате рождения есть четверки и семерки, а у него именно так, то ребенок всегда физически, ну, если посмотреть на всех мировых спортсменов, у них у всех в матрице очень много четверок и семерок. И у тебя вон такой. Вау, прикольно. Но его путь, он все-таки лежит не в спорт, а в сцену. Сцена, большая сцена. Поэтому, да, он будет крепкий, да, он будет сильный, да, это классно, но голос его самого. С него конкретно сразу на музыку. Да. Я тебе говорю. А вот у меня, кстати, как вы думаете, просто вот я до конца, честно говоря, пока не решил для себя. Вот музыка, это больше как фофан? Или это вот? Смотри, как музыка, это твой вход. Вот как раз таки в этот мировой такой звездный сообщество в эту тусовку. Музыка, именно музыка. Ты будешь, у тебя есть классная особенность. Есть люди, живущие на низких вибрациях, есть люди, живущие на высоких вибрациях. Есть музыка, которая на низких вибрациях, а есть на высоких. Когда ты поешь музыку, сочиняешь на высоких вибрациях, где есть хорошие позитивные фразы, мотивирующие тексты, намерения, ты окрыляешь людей. И вот это и есть тот самый ключ, почему ты будешь нравиться, почему тебя будут слушать. Почему, когда ты поешь про деньги, про успех, это заходит, потому что на самом деле в этот момент человек исцеляется, ты его расширяешь. И это твой вход туда. Через музыку ты туда зайдешь, но потом ты будешь сниматься в фильмах и уйдешь в эту историю. В кино, да. В коллаборации, в кино. Прикольно, классно. Я примерно так себе и представлял. То есть вот я для себя, я знаю, что я делал, я не нейрографику делал, что-то нарисовали, а с другой стороны потом написали, какие цели. У меня было, я красным садом, 100 миллионов подписчиков. И потом мы писали ассоциации, которые есть у меня, когда вот это случилось, что дальше. И мы там писали, у меня все были суперпозитивные слова, очень-очень-очень, и одно только было слово, было слово скучно. И потом я после этого скучно написал кино. Что вот, короче, кино это классное решение. То есть вот можно создавать просто что-то большое, и еще, причем сейчас мир суперменяется, и я понимаю, что там можно просто... Невероятные вещи создавать и с искусственным интеллектом. Короче, я чувствую, что в этом голливудском фильме моем ты тоже снимешься. Я тебя туда позову актерам главной роли. Нет, это твой путь. Это так. Это круто. Хочешь, давай викторину одну. Маленькую, чуть-чуть офф-топ. Одна из этих песен спета искусственным интеллектом, а одна мной. Давай приколь. Угадай, какая из них какая. Вторая версия. Вторая версия. Как ты думаешь, какая искусственная цель? Первая? Да. Да? Просто во второй, из-за того, что был наложен еще сверху звук, там какой-то, я понимаю, что там 100% твой голос лежит, но на самом деле, если честно... Не понятно, да? Просто я понимаю, что ты бы не стал на искусственный интеллект что-то сверху накладывать. Не, на самом деле, там... Да? Тогда у меня просто хорошенько. То есть ты поняла, потому что там этот автотюн, да? Да, да, да. То есть, там сверху что-то есть. Чистенький, да? Да. Вау. Прикольно, кстати, я не замечу. У людей, которые занимаются нумерологией, хорошо развита логика. Наверное. Так говорят. Да, это классно. Ну вот, то есть, ну просто, чтобы ты понимала, типа, у меня сейчас там фабрика контента, эти 27 треков новых, они уже просто их нейросетка поют. Офигеть. Я уже ее не пою. И это будет так же стрелять. Да. И она так же будет работать. То есть, мне там не нужен уже. Да. Я единственное, что нужен, это я буду приходить, я видео снимать и сверху накладывать звук. Ну, я думаю, что в будущем, в ближайшем тебе уже даже видео не придется снимать. Что за мир, в котором мы живем, ты представляешь, какой крутой сейчас мир. Да, реально, возможности очень много. Кого-то, кому-то пугает, кого-то. Да, и ты должна расширять, это очень крутой, возможности, это очень крутые годы, которые мы сейчас проживаем, просто невероятно мощный. Вот у нас с Сашей, вот как ты считаешь? А ты говоришь, нужно будет пройти какие-то еще уроки. Что ты имеешь в виду? Твой главный урок на жизнь это семейность. Понимаешь? Стабильная семья. Вот. И это то, что в прошлой жизни тебе было не нужно. В этой жизни это твой ключ к успеху. Ты же должен замечать, что появился Саша, рост, появился Лео, еще рост. То есть, на самом деле, семья тебе будет давать море энергии и возможностей. И вот мужчины, у которых есть такие цифры, как у тебя, двойки, это действительно мужчины, которым это дается через боль. В том плане, что им тяжело это. Вот. У них много страхов по этому поводу. Ну, как минимум, когда у мужчины есть двойка, у тебя как раз-таки число судьбы двойка, это всегда про то, что женщины меня обжигают. То есть, через женщин приходит какая-то боль, и я потом боюсь идти во что-то глубокое, открывать свое сердце. Но с энергией Саши, с ее цифрами, у нее все арканы очень такие роковые прям. Ну, она своего добьется. Все может хорошо. И уверена, что вы справитесь. Самый главный урок это не уходить из семьи. Подожди-ка, что такое было? Что значит, все арканы роковые, что это значит? Ну, у нее очень... Ну, смотри, есть энергии сцены, есть энергии сильные, мужские, есть энергии такие чувственные, глубокие и женственные. Вот пятнадцатая энергия, это Саша, тринадцатая энергия, ваш ребенок, это самые такие огненные, яркие энергии, понимаешь? Это когда человек своей энергией заряжает все вокруг, в пространство. И, конечно же, этот человек, который может повлиять на другого человека, чисто вот своим голосом, у нее есть такой дар, и она может этим пользоваться, это ее сильный талант. И она может очень аккуратно, правильно построить вашу семью. Потому что вот как раз-таки в ее дате это уже прокачано. Там еще непонятно. Ну, неправда, Сереж, я все равно всегда буду, я у меня женская солидарность, понимаешь? Я же не понял, когда там это прокачано больше. У нее, да. Ну, то есть... Саша, другой момент, у Саши много мужских цифр. Ей нужно уходить, держать баланс, между я реализованная сильная и я жена. Это другой момент. А у тебя больше цифр, которые говорят за то, что я про проекты, прогульки, про веселье, про кайф и наслаждение. Обязательства, это типа не про меня. Я не люблю себя удерживать обязательствами. Я не должен чувствовать, что на меня давят какие-то обязательства, понимаешь? И это и есть твой главный ключ к росту. Как правило, то, что нам всегда тяжелее всего дается, дает нам большой буст. Вот как это работает. И в дате рождения человека это всегда видно. И еще, кстати, вот ты сказал скучно. Слово скучно. Это пятерка. Когда человек рождается 5 числа, 14, 23 числа, это люди, которым всегда по жизни немножко скучно, потому что они зажигаются от того, что начинают что-то делать и быстро перегорают, как только доходят до своего пика. Или наоборот, даже не доделывают начатое до конца, то есть не ждут, пока получится. И эти люди все время в расфокусе. Я туда посмотрю, сюда посмотрю. Я тебе в самом начале сказала, ты прошел свой главный урок, когда научился сосредотачиваться на чем-то одном, бить в одну точку. Это и есть пятерка. И это касается личной жизни. То есть, если раньше там могло быть разные девушки и так далее, это теперь Саша. Сережа, это вырежет. Не, почему, почему вырежет наоборот. Но ты очень кайфуешь от своего ребенка. Это вид. Да, это правда. Это правда. вообще левого это прям. Знаешь, еще прикольно. Я, кстати, вот это заметил сейчас ко мне семья приехала, племянники прилетели. И у меня первый раз как-то так, ну то есть, я, понятно, я часто к ним приезжал там, в Смоленске, мы встречались в Москве, там, в Дубай, но как-то вот именно в этот раз, это первый раз я их увидел после того, как родился Лео, я к ним как-то по-другому начал относиться и я прям так рад, что они прилетели. то есть, прям они, знаешь, вот я прям почиже, они мне как дети, короче. То есть, вот прям все, от становишься отцом семейства. Да, это прям интересно, прям новое ощущение. То есть, ну понятно, что я всегда был рад. Новое ощущение. Да, да. То есть, это то, чего в принципе изначально не было заложено, понимаешь? Тебе через семьи очень много всего придет. Это правда. У меня есть еще одна фишечка. Я люблю смотреть, не люблю смотреть, мой жених любит смотреть, бои, и мы там ставили... Я не люблю, он приходится. Мне приходится, да, он смотрит бои, всегда, знаешь, как это называется, ММА, что-то там они дерутся, и он мне себя спрашивает, кто победит, кто победит, по нейронологии, да. А это можно, как альманах? Да, можно, когда два человека дерутся, можно. И там прям видно, что одна дата, у двоих бойцов стоит один и тот же код, и один такой развелся в этом году, разрушил семью, а второй нет. И он проигрывается. А код даты, кто разрушил семью. Код даты шестерка, главный урок семья и все в таком духе. Два бойца, у которых, у обоих есть шестерка в коде, один прошел урок, оставив, сохранив семью, а второй нет. И у него все начинает рушиться. И вот у тебя именно такая программа есть. Тебе очень важно сохранить семью. Понимаешь? Минута молча. Вот. Так что это такой главный урок. И у каждого человека в дате есть эти пять основных уроков. И когда ты их проходишь, ты растешь, опять растешь, опять растешь. А когда не проходишь, все, замыкаешься вот в этой воронке и застреваешь. И это так реально работает. Но их конкретно надо знать. Их надо знать. Но кто-то делает это интуитивно. То есть я вообще не про то, что цифры это ваше последней инстанции. Цифры это для тех, кто не умеет считывать и чувствовать самостоятельно. Вот я не умею, мне цифры помогают. Я думаю, что большинство людей не умеют. Потому что самые популярные, мне кажется, люди, почему-то, это я больше всего не понимаю. вернее, я их понимаю, потому что они привыкли делать что-то и им страшно что-то по-другому. Но когда, то есть вот человек реально, если задать вопрос, просто хотя бы один раз в жизни честно себе ответить, вот мне нравится то, что я делаю или не нравится. То есть люди просто, они в этой вот скрипешке, что-то контент там смотрят, смотрят, смотрят. Но реально же, просто, наверное, вот мое такое, моя особенность, в том, что я каждый день могу или там каждую неделю пересобираю вообще с нуля. Я понимаю, о чем-то. Как вот белая комната, знаешь, вот Декарт белая комната, когда ты заходишь в белую комнату и представляешь, что вокруг ничего нет, и ты начинаешь ее заново создавать. Или классная есть, у Крем Сода есть песня Интергалактик, знаешь, просто офигенно. Короче, есть альбом Крем Сода, Интергалактик. Альбом построен как у Оксимирона Горгород, не знаю, знаешь ты или нет. Короче, Горгород, это как пове, то есть там есть разные герои и с ними что-то происходит, то есть это как аудиокнига. И там еще есть кусок. А Интергалактика у Крем Соды, короче, там это просто невероятный альбом, в котором прямо ты слушаешь его и там идет сначала текст, потом песня, потом текст, потом песня, потом текст. И там один из моментов, когда сознание, типа, создание заперто в типа в капсулу, и оно как будто бы умерло. И оно не знает, его тело умерло или нет, то есть там, ну типа там будущее такое, как называется sci-fi или как-то про будущее. И вот там начинает собираться мир вокруг сознания. Сознание понимает, что оно само начинает собирать этот мир. вот, и вот я так постоянно поступаю, то есть я каждый раз, я такой с утра просыпаюсь, я думаю так, а я вообще что хочу? То есть этот вопрос, что я хочу? И ты опираешься на свои внутренние желания, и из этого строишь свой мир. и я как будто, то есть вот, чем меньше я опираюсь на свой прошлый опыт, тем как будто бы лучше. То есть чем больше я слушаю то, что я сейчас хочу делать, тем как-то правильнее мои действия, как-то я больше получаю энергию, еще что-то. А когда я такой, так, я это делал когда-то, надо это повторить, потому что это сработало. То есть вот у меня как будто бы это уже умерло, например, а я уже по-новому. Я понимаю, но есть еще тяжелее ситуация. Это когда человек очень долго себя предает и не слышит, и в один момент ты спрашиваешь у него, чего ты хочешь, он уже не знает. Да, он ничего не хочет. И вот такие люди вообще самостоятельно не выбираются из этой истории, потому что он тупо не может понять, чего он хочет. И он говорит, куда мне идти, что мне делать? Все ответы есть внутри нас, но ты уже не можешь достучаться до своего сознания. Да, там очень дурако. Да, и как раз таки нумерология это и помогает сделать. Я очень не люблю, когда считают, что нумерология это палочка-выручалочка, типа вот все это твои спасение по жизни. Это реальный инструмент, который помогает скорректировать тебе жизнь. Все остальное ты делаешь сам. Мне в свое время она очень помогла. Так, ты уже конкретно меня прогрела уже даже на то. Сейчас мы про тебя поговорим, как она тебе помогла. Давай, я предлагаю прямо сейчас вот эту вот коробочку уже, потому что, ребята, я надеюсь, что вы поняли, что каждому, каждому конкретно хотя бы, хотя бы посмотреть, да, что там у него есть. И проверить он вообще следует своей дороге или нет? Да, проверить, понять, что скорректировать, на что обратить внимание, что было. То есть, я правильно понимаю, что у него на выходе будет вот эти вот цифры. Код успеха, тот, который я посчитала тебе. он получит вот эту пятиконечную звезду. А расшифровка будет? Конечно, конечно. Мы что, тебе и хо-цыгане, что ли? Конечно, будет. Типа, звезда есть, а что была расшифровка? Покупайте курсы. Нет, такого не будет. Они получают по своей дате рождения полный код успеха, как ты. И видят, что им нужно пройти, что они еще не прошли. Да, почему на 5? Тут много цифр. Все остальные цифры это внутренние коды. Они тебе сейчас не нужны для того, чтобы скорректировать дорогу. То есть, вот смотрим вот на это, да? Вот у меня есть татуировка. Тут видишь? Единственная, кстати, татуировка, которую я сделала. И тут есть 5 цифр, отвечающие за 5 сфер моей жизни. Ну, прикольно. И это и есть мой код успеха. А что за сфера, вот скажи? Вот это деньги, да? 7 это деньги. А двойка это отношения, четверка это здоровье, пятерка отвечает за твою личность, таланты и вообще особенности. И восьмерка это твоя твоя высшая миссия, твое предназначение. Классно. И получается, по этим 5 сферам каждый поймет, какая у него цифра, на что про хочешь или нет. Вот допустим, в деньгах у тебя стоит семерка, это про то, что самые твои большие деньги за границей. Вы у нас, да? В иностранном река. Мне это очень нравится. Мы сейчас, кстати, реально общаемся там с очень крупными всякие форт на этом. То есть вот дальше будет большие коллаборации. Это дальше. То про что это идея. Короче, ребята, блин, это гениально на самом деле эта штука. Я дальше всяко любой ее сейчас пойдет и получит. Как получить? Для того, чтобы получить эту штуку, нужно открыть коробку. Нужно открыть коробку. Барабанная дробь по вам. И здесь у нас И тут слово успех. Что оно означает? Это кодовое слово, которое нужно написать мне в директ. И вы автоматически бесплатно получаете этот. Там чатботик работает. Там чатботик. Все идеально. Короче, заходим в инстаграм, подписываемся на Кристину. Ссылка сейчас будет прямо снизу. Подписываемся на Кристину и пишем в директ вот это слово. Успех. Не перепутайте ни с чем. Успех. И вам приходит вот такая же штука для вас с рассчитанной полностью для вас вот этими цифрами. По вашей дать. С описанием. С расшифровкой всех сфер жизни. Идеально. Кайф. Да. И еще кто-то из вас получит айфон. Да. Просто рандомно там из тех, кто пишет. Просто рандомно из тех, кто заходит в бот, кто пишет это слово. Идеально. Я тоже так думаю. Идеально. А ты больше в инстейле или в тг? В инстейле. В инстейле, да. Супер. Все. Тогда вот это делаем. Ребята, всем удачи. Желаю, чтобы ты выиграл айфон. Но на самом деле, да. То есть, прикольно понять о себе что-то, да. И причем по разным сферам. Кайф. Классно. Позволь этому стать. Тем, о чем ты мечтал. О чем ты мечтал. О тебе. Ты говоришь. Я с детства помнила, что у меня мечта Голливуд. Да, снимать кино. Почему-то в нумерологе пошла. То есть, если ты об этом помнишь, то почему-то не пошла там актерам еще. Когда я поступила на юриста, и вот уже послушала тогда маму, она мне говорила, что это очень важная профессия, и что ты никогда в жизни не сможешь стать ни актрисой, ни фильм свой записать. Я побоялась, естественно, общественное мнение, пошла туда. И работала в суде за 10 тысяч рублей. И я сижу с судьей. Ни была секретарем судебного заседания. А, ты будешь бы бумаги там. Да, бумаги, стопки. Я сижу и думаю, господи, что происходит в моей жизни? Спасите, помогите. Я творческий человек, мне надо портать. Это было в Краснодаре. И я, конечно, чуть с ума не сошла, у меня все сферы жизни просто катились вниз. Вот когда ты не проходишь эти 5 уроков, у тебя идет прям тотальное разрушение жизни по всем фронтам. И это так работает. И я сижу и думаю, так, нужно найти ответы, что происходит, куда двигаться. И я пришла к нумерологии. Благодаря нумерологии я поняла, как мне вообще по жизни дальше двигаться, кем мне быть. И я начала этот инструмент просто в суде на всех испробовать. В суде? Да, я прям у меня судья заходил, говорит, здравствуйте, вы написали документы? Я говорю, да, знаете, сегодня там луна в раке, пятый день цикла, у вас такой хороший день, вы не хотите отдохнуть? И каждому человеку считала. И в итоге весь суд собирался у нас в кабинете для того, чтобы Кристина сделала им расчет. Ты серьезно? Да, и я делала это бесплатно, от этого кайфовала. И потом я такая, все, я ухожу с суда, при этом у меня нет денег никаких, только 10 тысяч рублей в суде. Я ухожу с суда, мама говорит, если ты ходишь суда, я тебе все, типа, ограничиваю от бюджета, будешь бомжом. Я говорю, ну не часто ограничил, она тебе до этого не добавляла. Она мне добавляла за 10 тысяч рублей в те годы можно было. Сколько тебе тогда были? Мне было 22. 22. Ты после института сразу пошла в суд? Да, да, да. И я говорю, маму, ну спаси, сохрани, как мы будем жить, она говорит, я не знаю, ты если уходишь суда, живи дальше как хочешь. Я пишу заявление, и в этот момент, вот это был мой первый урок из пяти. Я его прохожу. Сама того не понимая тогда, я просто понимаю, что вот это оно. Урок начинает проходиться, и я оказываюсь в Москве замужем за два месяца. И попадая в компанию, мне пишет кто-то там в инстаграме, у меня тогда не было блога, у меня было 3000 подписчиков, и мне пишут, здравствуйте, Кристина, нам там мероприятия, какие-то украшения, вы не хотите туда прийти, к нам помочь, надо побыть нумерологом, посчитайте кого-нибудь. Типа, просто поразвлекайте народ, как клоу. Как тамада? Да, я такая, ну побудем тамадой, а что делать? Я прихожу туда, сажусь, ко мне подходят люди, и я понимаю, что это звезды. Ну, типа, ко мне подходят звезды, туда приехали все звезды. А, было какое-то мероприятие. И они начинают ко мне подходить, я начинаю их считать, они в шоке, они говорят, ты вообще кто такой, откуда ты это все видишь? Они начинают звать меня на свои мероприятия, на Первый канал. А кто там был, например? Там была Юлия Барановская, спирица Слава, там была Собчак, это все были, ну то есть в тот день там было очень много. Собчак, нет, не считала нумерологию, она на меня смотрела. Но Бородина была, считала, Бузова была, считала, очень многим считала, и после этого у Бузовой, например, я считаю, что Бузова гений. Да, и на самом деле ее главная сила в том, что она фигачит и делает все, что ей говорят. То есть у нее вот тупо бесконечный поток энергии, она никогда не устает. И это в ее матрице так и есть. То есть есть люди, я интроверт, которому после большого запуска всегда надо отдохнуть, у нее такого нет. Это человек, который идет на пролом, и как бы на ней не смеялись, и что бы за нее не говорили, она реально супер трудоголик. Нам бы всем с вами хотя бы 1% ее трудолюбия. Это просто невероятно. Ну и у нее в коде это стоит. Мне кажется, кстати, Клава такая же, мне кажется, Кок. Наверное, никогда с ней не работала. Вот. А Бородина? Бородины тоже, ну Бородины очень мужские цифры, она про структуру, про порядок, вот такую историю. Это ее секрет успеха. Вот. Она умеет деньги зарабатывать. Вот. Да. И у каждого человека, которым я тогда пообщалась, сложилось очень позитивное впечатление. Они начали просить мои контакты и везде звать. И я попала на одно мероприятие, в котором я познакомилась с девочкой, которая сейчас моя лучшая подруга. На тот момент рынок инфобизнеса только-только начинал вообще набирать какие-то обороты. И блогеры, у которых было по 100-200 тысяч подписчиков, просто продавали дешево рекламу. И ничего, то есть она зарабатывала там 30 тысяч в месяц. Шушана, моя подружка, мама на кухне она была. Ну, такой блогер среди армянской аудитории. Ага. А ты? Кавказ. Я наполовину армянка, наполовину русская, да. И, короче, и я считаю ей, она мне говорит, слушай, Кристина, так здорово. Ты зарабатываешь на этом? Я говорю, нет. Она говорит, в смысле нет? Я говорю, я бесплатно работаю. Она говорит, как это бесплатно? Я говорю, да как на этом зарабатывать? А тогда в моем поле не было ни одного человека, кто в этой нише что-то зарабатывал. И она говорит, ну, давай хотя бы тысячу рублей поставим, там, полторы. И она меня рекламирует, и говорит, блин, это так круто, посмотрите. Я иду спать, после этой рекламы, выставляю там что-то, номер карты или что-то такое, просыпаюсь, у меня на карте было ноль, стало миллион. Просто за одну ночь. Я просыпаюсь миллионером. Миллион рублей. Про тысячу за тысячу рублей? Да, 700, за полторы тысячи 700 человек записали. За одну ночь на мою консультацию, я просыпаюсь, и первая моя реакция, мама, мы богаты, что случилось? Я типа была в шоу. И тебе надо 700 консультаций? И я потом не ела, не спала, три месяца, делайте консультации. После этого я сказала, что я не буду делать мне больше консультаций, это не выносимо. Но в ту ночь, в тот вечер, я стала миллионером с нуля. И почему это произошло? То есть, если смотреть и анализировать как раз таки даты, я пошла в свой страх, то, про что ты говоришь. Я выбрала себя, и я пошла в духовность, вот во всю эту историю. И когда я говорю, снять фильм в Голливуде, я не имею в виду просто быть среди звезд и типа снимать классное кино. Я имею в виду связать то, во что я верю, а это там цифры, матрица и так далее, с кино, и идти с этим туда. То есть, это продолжение моей деятельности, понимаешь? Я по-прежнему останусь нумерологом, потому что мне это очень нравится. Это инструмент, благодаря которому, во-первых, я зарабатываю, учу людей, потому что мой главный продукт это школа. А в-третьих, я благодаря этому инструменту вообще живу, как я хочу, очень быстро развиваюсь. Классно. Но, кстати, по поводу кино, я конкретно понимаю, что Мистер Тэнкио это просто идеальный член Marvel или DC. Это просто супергерой конкретно, у которого очень понятное позиционирование. Мне очень понравился этот Бэтмен. Помнишь, у него есть фраза? Мы даже ее снимали, я что-то, блин, не выложил это видео. И там какой-то последний был Бэтмен и Флэш был, который быстрый. И он такой садится к нему в машину и говорит, а напомню, какая у тебя суперсила? Деньги. Деньги. А у Железного человека тоже было там миллиардер, филантроп, что-то, да, да. Это очень крутой бэтмен. И Железный Чайковат Роберт, да, это вот как раз те, кто вот мне очень нравился. Даже не поэтому скорее да, скорее Железный Человек. У него это очень круто. А если бы я туда шла, мне больше нравится Неос, Матриц. Вот это больше мой типаж, А ты бы хотела внутри играть как актёр? Я бы хотела прописать сценарий фильма, и я бы хотела быть... Знаешь, как Гаоричи там появляется? Да. В тумане. Но не главную роль. Не главную роль. Я бы хотела, в принципе, чтобы люди понимали, что вот есть этот человек, и что он играет какую-то роль, но эта роль, она очень тростепенная. Пока что так. Понял, классно. Главное, что это фильм, который бы я сняла по своему сценарию. Мне очень нравится придумывать сценарий. Мне кажется, у меня сумасшедшее воображение. А когда ты хочешь снять? В каком году? Можно в следующем, в этом. Это сейчас. Я готова. 24-25, да? Да, я вот вообще готова. То есть у меня этот момент после тебя вот так вот снялся, последний блок. И я, кстати, после этого начала ещё быстрее расти. У меня блок начал ещё быстрее расти. То есть если вначале... Очень важно понимать, что когда ты о чём-то мечтаешь, и у тебя нету чёткого плана и понимания, как это исполнить, то все процессы будут очень медленно идти. Как только ты снимаешь эту историю, сразу же начинаешь быстро расти. За последние два месяца выросла на 400 или 300 тысяч подписчиков. Вау. Кстати, это интересно. А можно выскать вот этот промежуток между 3000 подписчиков и первые за полторы тысячи консультации? Это сколько лет назад был? Четыре года. Четыре года назад. А сколько сейчас лет? 29. 30 будет в этом году. 29. Классно. То есть это в 25 ты начала. Получается... Подожди, а что вот этот промежуток с 22... А, ты в суде работал сколько лет? Я работала в суде два года. Вау. То есть два года в суде, потом переехала в Москву, потом это звездная вечеринка, потом эта девушка, которая тебя отрекламила, и вот осталось 4 года, и вот эти 4 года с 3000 подписчиков у тебя... А сколько у меня было подписчиков, когда у тебя 700 человек подписалось? У меня было 150 тысяч подписчиков. Не подписал, в смысле, а купил 800? 150 тысяч подписчиков у меня было тогда, да. Четыре года назад. Так, и вот ты делаешь эти три месяца консультации. Да, и я понимаю, что у меня есть миллион рублей, и у меня вопрос, что делать с этими деньгами. Потому что никогда в жизни их не зарабатывала, и понятия не мило. Первый миллион, ты помнишь свой первый миллион? Ну как-то давно было. На что ты его потратил, не помнишь? Я шмотки покупал. А, ты все делаешь, и подпускать 17-17. Да, классно. Это время популярности. Звезды. Это идеально. Я прям помню, как я в Смоленске жил, и мы продавали микронаушники, и вот мы начали зарабатывать. Реально, конкретно прям зарабатывать. То есть у нас там было, типа, мы могли сдать за день 30 наушников в аренду по 500 рублей. Это было 15 тысяч рублей чистыми. То есть ты сдаешь в аренду. То есть ты просто сдал, забрал. Какой интересный бизнес, прикольно. Да, микро для экзаменов. 15 тысяч рублей чистыми за день. То есть да, нам нужно было капитал вырастить до этого, мы там несколько лет растили с 300 рублей. Но это был факт, и мы начали прям бэкинг, и мы каждый день, каждый день это сделали. Очень круто. И потом продавали еще эти наушники и так далее. Ну, то есть мы где-то примерно за сессию по миллиону зарабатывали вдвоем с партнером. Это было, вот мне было тогда 18. И ты тогда сделал свой первый миллион. И сразу пошел. 18 лет назад. Вот. Но у меня, когда стал этот вопрос, я такая, во-первых, в шоке. Вторая моя реакция, ну, нужно как-то не потерять эти деньги. И я тогда попробовала запустить какой-то там первый марафон, что-то такое. Причем опять-таки... В инстаграме. А на тебе еще люди подписались же правильно? Да-да-да, там подписалось пять тысяч человек или семь тысяч человек подписалось. Ни хуринать у нас. Но тогда это так работало. Да, тогда это так круто работало. И причем реклама была из-за разряда, ну, она была супер живая. Типа, мы просто сидели, я ей ни копейки не заплатила. Это был вечер, мы устали. Она говорит, слушай, это очень прикольно, давай сниму, охватай себе повыше. И она это снимает, и люди такие, как это купить? В общем, это было вау. Это был вау-эффект, очень круто. И в тот момент я наняла там себе продюсера, пошла. В итоге потихоньку начала с ним расти. Вот выросло до 80 тысяч подписчиков. Подожди, подожди, ты нашла продюсера тогда? Да, я нашла продюсера. Что он тебе помог? И вообще почему ты решила, что тебе продюсер нужен? Потому что я на тот момент понимала, что я не знаю Инстаграм, я очень далека от этого, и если я буду пробовать сама, то это займет кучу времени. Я не из тех людей, кто я сейчас сама всему научусь, и это научусь, и это научусь. Я понимаю, что нужно платить людям за их время, за их энергию. Поэтому мы договорились сразу с продюсером, причем было очень прикольно, продюсером моя была Нелли Армани. Нелли? Да, Нелли. И, короче, я думаю, кто такие продюсеры, понятия не имея, вбивая в Инстаграме слово продюсер, первую подает она. Серьезно? Захожу с ней в чат написать, а она мне, оказывается, уже писала и просилась на консультацию. Тебе? Да. И я такая, вау! И я ей пишу, я сделаю вам консультацию, если вы будете моим продюсером. Она тогда еще с Сашей не работала, и она такая, давай. И мы начали делать, начали расти блог, запускали первые маленькие продукты. И спустя год я поняла, что я уже все знаю, я могу создавать свою команду, я могу идти сама уже в это. И мы расстаемся как раз таки с Нелли спустя год. И начинается вот этот мой большой второй кризис в жизни. Это было два года назад? Да, это было два года назад. 2022 год. У тебя было 80 тысяч подписчиков. 80 тысяч подписчиков. Да, ты уже там что-то продавала, какие-то марафончики, еще что-то, по миллиону зарабатывала, миллион-два, да? Я уже тогда выступала на Первом канале, я уже тогда была популярным в СМИ-нумерологом, потому что у меня все мои прогнозы сбывались. То есть я... Например? Очень... Я была единственной в мире нумерологом, который вообще увидел, что будет в 2022 году между Россией и СВО. Ну, в России и Украине. Вот этой СВО. И я об этом дала большое интервью. Подожди, у тебя есть видео, где ты об этом говоришь? Да, конечно. До него? До него. До него? Оно выложено до него. Оно выложено, и когда это все сбылось, у меня начали звать, 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 звать. Подожди, а видео в Инстаграме или где? На Ютубе. У тебя есть видео на Ютубе? Да, да, да. Вау. Ну, давай поставим сюда кусочек. Да, там есть? Вот 2022 год для всего мира. Это проверка на безусловную любовь. И если мы посмотрим другие годы, в которых получалась шестерка, то мы поймем, что обратная сторона любви это ненависть и вражда. Они исключены, и я более чем уверена, разные военные конфликты. А есть понимание того, где конкретно могут быть военные действия, на какой территории? На основе статистики, которую мы собрали, я могу быть уверена в том, что это коснется России. И потом я также делала расчеты с Израилем, Палестиной, Арменией, Азербайджаном, Турцией, землетрясений. В общем, я давала какие-то прогнозы, они сбывались, и это все распространялось, и меня отзывали. То есть это было очень... Ну, там в общих чертах вот так вот. Ну, смотри, меня спрашивают в декабре месяце, что будет? Я говорю там, вот вижу, что в Турции, допустим, какая-то экологическая, там что-то, что-то. Вижу, что между Арменией и Азербайджаном будет серьезный конфликт, где Азербайджан победит. Вот так говорят. То есть я не вижу конкретное событие, я вижу в общих чертах. А это по какому... То есть ты смотришь по цифрам или как? Да, по цифрам. Как это работает? Там же нет датрождения. Вот, есть. На самом деле, страна – это такой же человек для этого мира. Ну, вот мы, когда смотрим прогноз, астрологи-нумерологи, у человека, мы берем его дату рождения. А у страны? У страны тоже есть датрождения. В каком смысле? И это такой же человек. Просто для нас это целая страна, Большой Эгрегор, а на самом деле у нее такие же часы, как и у нас. Подожди, а где эта дату рождения? А вот, допустим, в интернете. То есть, когда принимается какая-то конституция, последняя вот статус меняется страны, это ее новый день рождения. И тогда начинаются все циклы совпадать. И ты видишь события. С какого момента принятие конституции? А ну вот, у каждой страны есть, не у всех же есть конституция, у каждой страны есть сменение статуса. Вот, допустим, раньше было СССР и так далее, потом стала Российская Федерация. Вот дата принятия вот этого решения, это дата рождения страны. Вау, серьезно? И вот так сбываются прогнозы. Плюс я отматываю на 100 лет назад, допустим, 2022 год в сумме 2 плюс 0 плюс 2 плюс 2 равно 6. И это был год Тигра. Ты отматываешь и ищешь такой год. Был 1914 год, который в сумме тоже дает шестерку, и тоже год Тигра. И мы все знаем, что в этот год началось. И ты смотришь столетиями. Мы живем циклами. Большими-большими циклами. И таким образом я могла предположить, что вот что-то тут происходит и говорить. И, естественно, среди нумерологов это был самый там точный прогноз. И вот это начало тогда стрелять. То есть я стала популярным нумерологом не из-за маркетинга. Я реально стала популярным нумерологом, потому что у меня были крутые прогнозы. Это было удивительно даже для меня. То есть ты прикинь, ты сидишь такой, видишь, тебя спрашивают, ты говоришь, а потом это сбывается, ты смотришь на это все и думаешь, как? А ты когда говорила, ты как? Я тогда вообще была в этом не уверена, потому что нету таких нумерологов или астрологов, которые систематически видят какие-то глобальные события. На самом деле большинство из них уже после снимают видео и говорят, сбылось. Ну то есть как я могу быть в этом уверенной? Просто я на самом деле задрот, если честно. То есть когда я копаюсь в цифрах, я немножко схожу с ума. А смотри, вот меня интересует такой вопрос. Просто я сейчас вот я думаю, как свою жизнь по геолокации определить, да, то есть где мне больше жить, да, то есть в целом вот у нас сейчас база в ЛА и в Дубай. Но вот есть такое, я слышал просто от многих людей какое-то вот это мнение, что что-то там с Америкой, короче, будут какие-то проблемы и особенно с ЛА, типа вот какие-то какие-то катастрофы, там что-то, гражданская война, там или еще что-то, тем более, сейчас вот будет в осенью будет выбор, вот есть у тебя какая-то инфа по поводу, вот что ты об этом знаешь? Смотри, 2024 год, это в принципе очень тяжелый год, ну на самом деле, если так глобально смотреть, это год там кармы, он так называется, потому что в сумме получается восьмерка, восьмерка у нас олицетворяет, это причина следственной связи, это значит, что в этом году все становится на свои места через разрушение, то есть если где-то был раздутый экономический мыльный пузырь, он должен лопнуть, понимаешь, то есть все должно стабилизироваться, и восьмерку, как правило, происходят катаклизмы большие, природные и военные конфликты, если мы смотрим страны, да, точно Америка, там точно будет что-то неприятненькое, но я тебе, я не ясновидящая, я не могу сказать, типа, вот в этом году в Америке президент, съезд другого президента, я этого не вижу, то есть это нереально, я могу сказать, что там действительно опасная зона, опасная зона в этом году, в этом году февраль, апрель, июнь и август опасные месяца для таких стран в целом, что там произойдет, я не знаю, но я вот это вижу, соответственно, если ты спрашиваешь, нужно ли тебе находиться в Америке в этом году, то я тебе скажу, что лучше Дубай, вот так. 2024 год кармы, и это распространяется и на государстве, и на людей. Это распространится весь мир. Что значит год кармы? Если ты был, например, в прошлом хороший, то ты теперь, тебе хорошо, или как это? А смотри, у каждого человека есть разные сферы жизни, где он так или иначе проявлялся, отношения с телом, вот как в звезде нашей, отношения с близкими людьми, отношения с деньгами, ты мог там или иначе накосячить, где-то взять в долг и не вернуть, где-то обмануть человека, где-то себя предать, где-то на тело свое забить. И в этом году все должно выравниваться, то есть вернуться. Если ты совершал хорошие поступки в этих сферах жизни, то ты квантово вырастешь. То есть на самом деле восьмерка, она у тебя есть, помнишь, я тебе показывала? Это расширение, это деньги, это масштаб, это вот то, что есть у Бородиной, то, что есть у тебя, то, что есть у всех, на самом деле, людей в списках Forbes. Которые отвечают за отсутствие рамок, когда ты о чем-то мечтаешь. Большой масштаб. И в этот год очень сильно вырастут люди, которые пойдут в этот масштаб. А чтобы идти в этот масштаб, вот какие главные правила этого года я бы могла выделить? Во-первых, не экономить. Вот, ну, это действительно такой синдром, парадокс бедности, когда человек выбирает вместо своего комфорта, роста, выбирает отложить, поддержать деньги. Это в этом году делать нельзя. То есть, правильное отношение с деньгами выстраивать надо. Говорить да всем предложениям, которые приходят, особенно в первые месяцы. То есть, если вам приходят и говорят, слушай, вот это хочу, вот этот проект, а давай попробуем, а давай закалабимся, говорите да. Вот, ни в коем случае не отказывайте, потому что это всегда будет пророст. Все, что приходит в начале этого года. Если кто-то... В начале этого, это до какого? Это, как правило, у нас держится всегда до апреля месяца. Первый триместр. Вот. И в три месяца к нам приходят возможности. Дальше начинается карма. Дальше начинаются отработки. Вот. И еще важное правило. Если к вам приходит человек с просьбой, там, дай денег, или вы хотите взять этот какой-то кредит и так далее, то лучше в этом году этого не делать. То есть, не залазить в такие истории. Если вы даете кому-то деньги, то давайте безвозвратно. То есть, вообще ничего не ожидая взамен. Просто подарите человеку, если вы хотите, можете, имейте такие возможности. В этот год очень важно вкладываться в свой личный бренд. Вообще вкладываться в свои масштабные идеи и проекты. Чем смелее ты будешь, чем безумнее будут твои идеи, тем больше результата они дадут. Восьмерка означает изменения в госструктуре. Это значит, что будет очень много законов. Восьмерка новых, тотально противоположных предыдущим. Восьмерка означает изменения в онлайн-деньгах, в крипте и так далее. То есть, эта история тоже сильно вырастет. Восьмерка означает изменения в искусственном, в появлении новых технологий. То есть, искусственный интеллект вообще выйдет на новый уровень. Мы получим в этом году такой интересный продукт, которого раньше никогда не было, который вообще перевернет рынок. То есть, что-то такое произойдет. Естественно, я не знаю, что произойдет. И на уровне каждого человека это то же самое. Так же работает. Если у тебя какая-то плохая была история с государством, с налогами, это очень сильно раздуется в этом году. Если у тебя была плохая история, предавал человека, обманывал кого-то, то тоже за это получишь. И главное правило это идти в свой масштаб, не бояться, не экономить на себе и вообще, в принципе, соблюдать этот закон, брать-давать. Те, кто себя обесценивают и ставят 100 рублей за свои услуги, в этом году почувствуют, что так делать было нельзя. Понимаешь о чем я? Сейчас же особенно рождается очень много предпринимателей в инфобизнесе, и их главный бич это обесценивание своих услуг. У кого-то наоборот, кто-то наоборот себя переоценивает, а по факту там ни опыта, ни знаний, ничего. То есть человек только начал, он уже там все. И баланс нужен, он выровняется. То есть если человек в прошлом году забрал там очень-очень многое, а на самом деле ничего не дал, он в этом году за это получит. И наоборот. Понимаешь о чем я? Вот в таких мелочах это будет проявляться. Любую сферу скажи, я тебе объясню, как это... А если, например, вот по месяцам взять, вот примерно, ближайшие 12 месяцев, то есть на что сделать фокус, внимание, как там... Или, например, там по перемещениям по миру. Там по... Ну вот смотри, ты же про всех спрашиваешь? Про всех. Вот для того, чтобы в принципе понять, какой у тебя будет год, нужно взять день твоего рождения, месяц и восемь. Просто сложить между собой. В твоем случае это пять, плюс восемь и плюс восемь. Правильно? Да. Ты же в августе родился, да? Получается, пять плюс восемь у нас тринадцать, и плюс восемь у нас двадцать один. Тройка. Твое число года три. Что значит? Вот. Можно про все цифры так расскажу. Вот расскажи про три. Допустим, тройка – это масштаб взлет творческий. Это про сцену, публику, новую, новых людей, новые партнерства, именно творческий рост. А двойка, которая у тебя была в прошлом году, дословно означает брак и дети, семья и дети. Ты сделал предложение, у тебя появился ребенок. И вот так у каждого человека в этом году есть очень важный урок. Допустим, в тройку нужно ни в коем случае не отказываться от больших проектов и браться за все, что тебя будет масштабировать на публике. То есть проявляться, проявляться, выступать. Это твой главный урок на этот год. У каждого он свой. Допустим, у единицы самый главный урок – это начать новый проект. У двойки – семья, крепкий союз, дети. У тройки – творческий взлет и вообще сцена. У четверки – плодотворная, аккуратная, стабильная работа. То есть важно в этот год выстроить себе правильную структуру и уйти от хаоса, сосредоточиться на чем-то одном. У пятерки – новое окружение, путешествие, большая поездка и вообще смена жизненных ценностей. У шестерки – это число именно брака, вот конкретно уроков, которые они пройдут в семье. У семерки – это число духовного роста, трансформации, которая связана с внутренностью. У восьмерки – это про большие деньги, бизнес и вообще про то, что ты вырастешь именно в деньгах в этом году. Или наоборот, все рухнет, если урок не пройдешь. И у девятки – это про помощь людям, большие социальные проекты и про то, чтобы отпустить все то, что уходит. Девятка – это число разрушений. Я могу сказать по месяцам, в принципе, какая энергия у какого месяца есть. Если январь – это месяц всегда, который дается на передышку, то февраль – это уже все, это уже жесть. Двойка – это число конфликтов, в принципе, само по себе. Да, двойка. Тройка – это энергия более такая спокойная, плавная, когда мы будем перестраиваться в наши новые реалии. То есть там трансформация и перестройка. Это март. Да, апрель – месяц суровый. То есть здесь мы все немножко подофигеем. В целом может что-то такое произойти для целого мира, от чего мы напряжемся. Либо это будет локально в каждой стране, и определенная группа людей будет это чувствовать. Пятерка – это тоже лайтовая история, которая больше связана… Май – месяц. Эта история связана с тем, чтобы учиться, развиваться, отдыхать. А вот июнь уже тяжелый. То есть шестерка в этом году тяжелый месяц, когда лучше вообще не делать какие-то большие проекты и какие-то новые планы в этом месяце не строить. Это единственный месяц в году, когда я вам скажу, лучше притормозите, ребята. Июль – месяц. Июль – про перемещение. У всех будут какие-то свои перестройки. Когда человек проходит уроки, то это будут прям большие переезды. Когда они проходят, у каждого там свое. Август – месяц большой трансформации в сфере денег. Там что-то с экономикой будет. Сентябрь – месяц – это завершение. То есть какие-то конфликты завершатся, завершится… Не могу этого сказать. Ну, в общем, много чего завершится в этот месяц. Но не то, о чем-то подумал. Октябрь… Откуда ты тоже мне подавался? Октябрь месяц – это конфликты. И ноябрь – тоже серьезные конфликты. И декабрь – месяц лайтовый. Вот если по энергиям для всех раскидать, это так. Но у каждого человека есть свой персональный прогноз на месяц. И я всегда бесплатно в своем блоге делюсь. Я даю расчет, и человек получает свой персональный прогноз. На февраль, на март. Ну, потому что давай объективно, все эти раки вам сегодня повезет. Ну, это же фигня полная. Так не работает. Неужели все раки на этой планете именно в этот день выйдут замуж? Ну, что за глупость? Люди так и думают про нумерологию тоже. Да, это не так. У каждого есть свой код. Если мы смотрим уроки, да, они у всех одни. Если мы хотим посмотреть прогноз, мы будем учитывать место рождения, имя человека. Ну, много показателей. И почему люди не верят в нумерологию или там в астрологию? Потому что они вот и слушают, что если ты один, значит, ты сегодня выйдешь замуж. Если ты два, ну, вот так. А на самом деле это же действительно статистика. Большая статистика. И я отличаюсь, наверное, от многих именно тем, что я ее собираю. И от этого у меня нет вопросов. Я понимаю, почему это работает, а это нет. Ты же сам говоришь, что прислушивался всегда. Да, но это правда. Это, дорогие друзья, смотрите, я на всякий случай еще напоминаю, чтобы забрать вот то, что мы делали для меня, для Саши, для Лео, чтобы сделать себе такое же, там пять цифр, вот эта звезда, там все такое, код успеха, да. То есть нужно написать в директ Кристине слово успех. Очень простое слово, пять букв. У-С-П-Е-Х. Вот. И вам придет, чат-ботик ответит, там, да, все и все придет, да. И обязательно подпишитесь на Кристину и на ее телеграм-канал тоже с ней забыться. Да. И кто-то заберет айфон. И кто-то из вас заберет айфон, да. По этому прогнозу, который вот я сейчас сказал, а у тебя конкретно что в этом году будет? Число года? То есть смотри, тебе же получается, что если ты очень сильно в это погружена, и значит твоя вера очень большая в этом, то есть оно вообще у тебя полностью соответствует вот твой прогноз тому, что случается? Ну, тут вопрос, проходишь ты свои уроки или нет? Если я не буду проходить свои уроки, у меня будет происходить все тотально плохо. Да. То есть смотри, одно число, допустим, у тебя два. Когда ты проходишь свои уроки, дает тебе ребенка и брак. Когда ты не проходишь, дает тебе разрушение токсичных отношений. И вообще все, что с отношениями плохо, вот случается в этот год. Друзья обманывают, кидают и так далее. Вот так работает прогностика. И получается, что у меня, допустим, в этом году стоит число брака и ребенка. Потому что у меня число два, как у тебя было в прошлом. И как раз вот в прошлом году, к концу года я познакомилась со своим женихом, и он мне через месяц сделал предложение. Вот сейчас я невеста. Классно, поздравляю. Спасибо. А как вы познакомились? Мы были с ним на совместном обучении. И, кстати, у меня в дате стояла встреча со своей судьбой, типа, за границей. Мы были на совместном обучении у Осипова. Вы пыльте на метр? Да, да, да. Это второй раз? Это был первый раз. Тогда мы с тобой, когда виделись, я у него не училась, мы просто дружили. А, серьезно? Да. Вот. И просто были в одной компании. А в этот раз я пошла на обучение, поехала в Турцию вот на эту встречу, и там был он, и он начал за мной ухаживать, просто прохода не давал. Потом я пошла на мастермайн, он из-за меня поперся на мастермайн, и там завязались отношения, и вот он сделал мне предложение. А у тебя, ну то есть вот смотри, допустим, вот ты посмотрела там по цифрам, что у тебя вот это должно быть, а ты что-то для этого особо надо делать, ну то есть ты как-то включаешься в этот процесс, или как это? Да, вот, смотри, для всех девушек, которые нас смотрят, вот если, например, они увидели, так, они такие, о, у меня тоже двойка, если в этом году, там, что им делать-то надо? А когда... Или просто расслабиться и ждать? Нет, если вы посчитали сейчас со мной число года, и у вас получилась двойка, это значит, что в этот год вы должны встретить свою любовь, вы должны родить ребёнка, вы должны создать семью, но самый главный урок это проходить все эти пять ключей, вот про которые мы говорили, пять кодов успеха, да, один, второй, третий, четвёртый, пятый, когда ты их проходишь, твои прогнозы сбываются все по плюсу, а когда ты их не проходишь, они идут по минусу, вот и всё. Это очень просто, на самом деле это так просто, так элементарно, у тебя есть уроки, ты их проходишь, и дальше тебе уже не нужно... А что делать? Не, ну смотри, ну например, вот у меня следующий урок, как ты говорила, партнёрство, да? Партнёрство. Так а что мне делать-то? То есть просто искать конкретно партнёра, или как? Нет, к тебе это придёт само. Да. Оно придётся. Тебе не отказываться просто? Просто не отказываться, конечно. А как ты хочешь, чтобы девушка сама себе мужика нашла? Вот не знаю, это, кстати, можно быть. Нет, она, естественно, встретит человека, это будет какой-то кандидат в её жизни, и она может его просто пропустить. Из-за своих непройденных программ каких-то токсичных она может увидеть в нём что-то плохое, отказаться от него. В общем, не пойти в эти отношения, не попробовать, не дать ему шанса. А на самом деле за этим может следовать глубокая любовь, и так и должно быть. Да, ну то есть получается, что суть в том, что есть такие векторы, на которые следует обратить внимание, и по сути они как бы дают большую веру в то, что это может произойти. Смотри, если углубиться вообще в веру в нумерологии, во что она верит, она верит в то, что весь мир матрица, весь мир компьютерная игра. И как и в любой компьютерной игре, есть персонаж, который в неё играет, есть автор этой игры. И если ты в роли персонажа, то ты понятия не имеешь, что делать, куда идти, какие уроки, ты даже не знаешь, что ты в игре. Правильно? Персонаж в игре, она вряд ли подозревает, что он в игре. Но если ты находишься в роли автора, а для этого ты должен знать правила игры, чтобы перейти в эту роль, то ты понимаешь, что у тебя есть пути, дороги. И эти пути, они всегда, ну, их много. Ты можешь пойти направо, налево, прямо. Тебе встречается человек, ты можешь с ним подраться, можешь выйти за него замуж, можешь родить с ним детей, можешь вообще даже не идти с ним навстречу. Правильно? Это разные дороги. И они от чего зависят? От твоего выбора. Каждый день, когда мы встаём с кровати, мы делаем выбор. Если ты не можешь самостоятельно делать выбор, ты идёшь к нумерологу. Если ты способен на это, а по идее мы должны самостоятельно научиться делать выбор, и ты правильно говоришь, что это всегда из нашего желания, то ты встаёшь утро и делаешь правильный выбор. И это формирует твоё будущее. Понимаешь? Да. Поэтому я говорю, что будущее, оно многовариантно. Да. И ты сам решаешь, как ты туда придёшь. А нумерология тебе помогает его скорректировать. И когда мы будем считать код успеха, когда люди напишут мне в директ своё, это слово, успех, они и получат эту дорожную карту жизни. Они получат пять своих уроков, которые скорректируют им самый идеальный путь. Понимаешь? Да. То есть из точки А в точку Б. вот ты родился, ты должен был стать мировой звездой голливудской. И ты можешь идти вот так и никогда не дойти. А можешь идти прямо. И вот нумерология помогает прямо идти к этому пути. Ну, по сути, знаешь, что реально получается, что в чём проблема человека, да? То есть на самом деле путь абсолютно в любой сфере он примерно одинаковый. То есть тебе нужно сконцентрироваться на чём-то одном и просто туда идти. Много шагов сделать. А люди, они как? Они такие, так, сегодня я хочу это. Сделали там три шага, потом развернулись там. Теперь хочу это, хочу это. И потом... И вот из-за того, что много раз ты начинаешь пробовать, у тебя не получается, то у тебя вырабатывается привычка. То есть даже... Ну, то есть у тебя вера, как бы, она опускается до нуля в то, что ты вообще что-то можешь реализовать. А я недавно увидел Рюсик одного там мужика, который у нас проходил обучение там парил сам. А он просто, знаешь, вот мы с Жафаром это обсуждали вчера, что я просто смотрел на него, когда, и вот я... Ну, там было много ребят, очень много разных. И я на него смотрел и думаю, прости, чувак, у всех есть шанс, но... Ну, то есть я просто смотрел, я понимал, знаешь, А почему? Ну, просто потому что... Ну, я понимаю, что любой может снимать Рюсы, но есть люди, которые, как бы вот, их взгляды на жизнь, они настолько жесткие и твердые, когда тебе, а ему там было типа 45 или 50 лет. Ну, это как моему папе, понимаешь, вот моему папе там сейчас 60. То есть вот ему скажет, пап, ты завтра Рюсы снимаешь. Ну, то есть я понимаю, что он не будет. Нет, то есть он в принципе может это сделать, но я понимаю, что он не будет просто из-за своих взглядов, потому что это не надо, там еще что-то. Вот, но... И вот я увидел его рандомный Рюс в реках, прикинь. И вот он сказал, классная вещь. И я вот думаю, бля, как классно, что он все-таки пришел, научился и вот как-то, ну вот реально, и снял это видео, которое я увидел, и мне оно такое думал, вау, прикольно. Это история про то, что никогда не поздно. Да, конкретно никогда не поздно. И там и суть видео в том, что он говорит, для того, чтобы завоевать мир, главное, что ты можешь сделать, это застелить кровать сегодня. То есть вот все начинается с маленьких побед, да. То есть просто по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот и когда у тебя, и вот то, что ты говоришь, вот вера в то, что у тебя, например, ты такой, о, у меня этот год. И ты такой, вау, то есть тебе же сказали, что-то классное. Это должно тебя зарядить. Да, оно тебя вдохновляет и мотивирует. И вот напишите в комментах, вот есть у вас мечта какая-то? Вот конкретно, прямо сейчас, вот есть ли мечта? Потому что в детстве очень классно, еще вот я с племянниками общался сейчас, они вообще, самые гении вообще в этом мире, это дети. Они конкретно, у них нет никаких рамок, ничего. и у них всегда все, вот я заметил, у них всегда очень понятно, что им надо делать. И очень просто. Да, и все расписано. У Андрея конкретно там, то есть прикинем, я племянник, 13 лет, как обычно люди ведут переговоры, да, они там что-то обсуждают, потом, потом расходятся и никто ничего не делает. У нас делается 5% переговоров такие. Как у нас с Андреем? В 3 часа ночи мы после компьютерного клуба играли в КС, мы едем домой, а у него был день рождения там 2 месяца назад. Я ему говорю, Андрей, а что ты на день рождения имеешь? Я его не видел, я говорю, а что ты хотел на день рождения? Он говорит, я хотел там видеокарту и наушники. А, и еще нож в Counter-Strike купить себе, скинь там какой-то. Я говорю, понял. И потом, я приезжу, 3 часа ночи я приезжаю домой и в 3.30 мне приходят сообщения от него с артикулами и полностью прописанные, что ему надо, прикинь, то есть конкретно, я даже не спрашивал, он просто прописал на всякий случай, потому что, ну, потому что он понимал, что я же не знаю, что покупать, и мне как-то надо, он ему помог. да, максимально просто. И вот если у тебя реально нет простой мечты, прописанного пути, хотя бы понимания, как туда прийти, то, конечно, будет очень сложно. И поэтому нужна мечта. И вот если ты хочешь, и вот, вот смотри, вот это слово пишем в директ, Кристина. чтобы построить дорогу к этой мечте. Чтобы просто понимать, куда мы идем. Давай, про твои планы, что ждет, что ты хочешь вообще ближайший там год-два, что мы увидим через два года, как ты этому. Смотри, у меня есть самый главный продукт, это школа нумерологии, где человек приобретает профессию, или может изучать нумерологию для себя, как они хотят. Я не распыляюсь, я бью в эту точку, просто это масштабирую. Хочу выводить это на мир, хочу выводить это в большом... Мы почему-то про это не поговорим. Но ты расскажи поподробнее, да, ты что у тебя купить-то можно? То есть пока мы услышали только что, вот есть это код успех, ну вот успех, что можно бесплатно взять. Да, что купить можно? Самый главный мой продукт, вот самое основное, это школа нумерологии. Но чтобы в нее попасть, нужно пройти семь кругов ада. У меня, я люблю создавать людям игру, и когда человек попадает в эту школу, он в этот момент уже чувствует, что он победил эту жизнь. Когда они нажимают... Объясняю. Когда они заходят в директ и набирают слово успех, они попадают в игру, где они получают бесплатно свой код успеха, расшифровки к этому коду успеха. И дальше они сами решают, захотят они идти в школу или нет. Но чтобы попасть в эту школу, нужно будет пройти определенный уровень. Вот увидишь. Это сюрприз. Так, а школу сама? Я создаю всегда алгоритмы, лабиринты, мне это очень нравится. Что делать в школе, ты имеешь в виду? Да, что это дает? Профессию. Суперпопулярную востребованность онлайн, которая тебе позволит... Ну, я нумеролог. Я путешествую. Я не привязана ни к городу, ни к месту, ни к стране. У меня нет никакого ограниченного потолка. Плюс моя профессия суперинтересная, нравится абсолютно всем, помогает людям. Ну, это реально прикольная профессия. Очень прикольная, очень популярная. Я ей учу. Но у меня очень часто учатся блогеры, учатся звезды, которые просто-таки я хочу для себя, я хочу понять, что это такое. Вообще, давай я сам в этом разберусь, мне интересно. Вот, они просто берут тариф, который не про профессию. А какие есть тарифы? Всего два. Для тех, кто хочет для себя и для тех, кто хочет получить профессию. Сколько стоит? 100 тысяч и 200 тысяч рублей. Вот и все. И когда ты идешь на тариф... Сколько времени? Месяц и два месяца. 100 тысяч, это для себя за месяц разобраться? Да, да, да. Это программ. 200 тысяч, это уже углубленная история, где я учу. Но видишь, у меня есть очень классный опыт в том, как монетизировать профессию. Я с нуля набрала миллион подписчиков, у меня сейчас очень свежий опыт. И, соответственно, я на этом втором тарифе его передаю людям, чтобы они сразу начали делать результат. У меня школа этим и славится, что они не просто изучают духовное, они изучают сразу и материальное, и соединяют. Я за то, чтобы не уходить вот в эту отлетевшую историю, типа, все, мы нумерологи, мы танцуем с бубном. Я за то, чтобы человек, обладая этими глубокими знаниями, а это очень глубокие знания, если посмотреть, когда появилась нумерология, она появилась еще до Пифагора. А Пифагор был великим математиком, который верил в нумерологию и который изучал ее. Он изучал музыку, звуки и цифры и говорил, что там есть все ответы на эти жизненные вопросы. Ты знаешь у Пелевина книгу про цифры? Да, знаю. Да, и этот «Восхождение на гору Фуд». У него все книги на самом деле про матрицу. Да. Абсолютно. И на самом деле, если смотреть Леонардо да Винча, что он создавал, пятиконечная звезда, этот вертурянский человек, это тоже мат. Ну, это все одно и то же. Все они с разных сторон изучали это мироздание. И все начинается с цифр и заканчивается на самом деле тоже цифрами. А уже на базе этих цифр формируется душа. И, соответственно, приобретая эту профессию, человек не только духовные знания приобретает, но и сразу материальные. Я за баланс. Я не классический нумеролог. Ты сам видел, что я люблю и машины, и квартиры, и хорошо жить, и квартира в Дубае, и все на свете. То есть я за то, чтобы человек наслаждался этим миром и брал отсюда все возможное. Чаще всего ко мне приходят духовные, 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 придуховные, и говорят... Чтобы научить зарабатывать. Ну, нет. Именно с запросом, типа, Кристина, а почему ты духовная, но при этом ты кайфуешь от этой жизни и материальная? Я говорю, что в этом мире все для нас. А для кого, по-вашему, это создано? Ну, зачем машины, квартиры, вкусная еда, классные рестораны, классные спа? Для кого это создано? И тем самым они уже на самом деле расширяются. Я помню, кстати, реально, у меня была вот мысль, когда был полгода назад в Турции, я такой подумал, я не знаю, что сколько стоит, ничего, кроме отелей. Я знаю, сколько стоят отели, и я знаю, сколько стоят перелеты. Ну, перелеты не всегда, вот джеты, когда я знаю, сколько стоят. Следующий уровень, когда ты уже не знаешь, сколько стоят. Я такой, я сидел, думал, блин, интересно, а Кришстана Роналду знает, сколько у нас стоит отеля, и вообще, понятно, что он вообще не знает это. А позже ты уже не будешь знать, сколько стоят те самые великие картины, которые висят у тебя. Ну, то есть, это же постепенно растет. Вначале ты покупаешь одежду, потом ты покупаешь квартиры, потом машины, потом квартира, потом искусство. И все, ты освобожаешься. Это же так, что просто, то есть, я помню время, когда я конкретно знал, то есть, я там, прикинь, я не дам свой нал, что я, когда приехал в Москву, я работал в банке, у меня была зарплата 18 тысяч рублей. И я туда ездил на такси, прикинь, на такси, это было очень круто, кстати. Ты выбирал себя, я тоже за 10 тысяч в месяц всегда выбирала такси. И я думала, почему за 5 дней все деньги заканчиваются? Но у меня были такие такси, это были, короче, это были таксисты возле метро, таджики, там все такое, на убитейших просто тачках, и я с ними торговался. Я тоже торговался. Я платил 100 рублей. Я так сильно не сбивалась. Я платил 100 рублей, потому что мне был, я жил недалеко от работы, и мне нужно было проехать одну станцию, и чуть-чуть там вбок. Я мог проехать на метро одну станцию, а мог на машину. На метро стоило там, типа, два, я не помню, сколько сто. Но, типа, вот это стоило 100 рублей, они говорят, ну, типа, они каждый раз мне говорят, я когда приходил, они, прикинь, даже таджики не хотели меня брать. Они стояли, например, в пятером там и не хотели меня брать. Хорошее начало. То есть знали, что 100 рублей. Вот. И, но суть в том, что я помню, как я разбирался в том, во-первых, сколько стоит такси, и я каждый день я ужинал не в рейс-таки, вот сейчас, ну, я не готовлю, но каждый день я покупал себе курицу и огурцы, помидоры, греческие, этот, брынзу и оливки и приходил домой и сам себе нарезал салат и жарил курицу. И делал вид, что ты в ресторане, да, ужин начал. Да, ай-пиво я еще пил. У меня было еще пиво. Я, прикинь, то есть у меня была одна вот такая комната, то есть все, одна комната, там диван стоял и телек. И я в ней ел эти, вот, и я знал, сколько стоят куриные крылышки, я знал, сколько стоят огурцы, я знал все это. Потом, типа, я знал, я забыл уже потом, сколько это стоит, но я знал, сколько стоит одежда, да, типа, я знал, что вот это там, не знаю, сколько это там. Потом я это тоже забыл, да, и получается, и вот я вот это реально понял, что, типа, я теперь уже, я сказал помощникам, чтобы он не спрашивал меня билеты мы берем первый класс или бизнес я говорю всегда если есть первый класс мы всегда берем перу код потому что каждый раз решение очень тяжело принимать потому что бизнес стоит условно 4000 а 1 15 но это расширение нормы это ты все время повышаешь уровень нормы и более того если вот так подумать что такое большие деньги что такое быть очень богатым человеком это просто свобода от денег вот и все то есть надо дойти до такого уровня когда ты вообще не считаешь эти деньги и это офигенное чувство свободы того что ты можешь этим миром просто как игрушкой пользоваться и при этом еще что-то создавать классные а почему даются большие деньги человеку потому что он использует весь свой заложенный внутри потенциал и отдает этому миру создает этот мир делает его лучше 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 и ему за это дают очень много а ты сейчас можешь сказать что тоже освободилась или ты еще пока я нахожусь на том уровне когда я не смотрю билеты на самолет я не смотрю где где мне жить какой мне выбрать отель и так далее вот но при этом при всем типа если я еду в какое-то путешествие там так вот там я посмотрю типа так мы едем в путешествие и тут есть тур который там я очень люблю просто всякие такие скитами плавала недавно на маврики на маврики да да и я такая так ну вот есть лодка которая выходит нам за эти дни в итоге несколько миллионов а есть лодка которая выходит на миллион и такая ладно возьмем за несколько миллионов расширяем уровень нормы не экономим на себе но все равно чувство когда я прихожу в магазины я еще до сих пор чувствую то есть что я могу посчитать деньги потому что я безумно люблю шоппинг я просто обожаю шоппинг я даже когда создала там заново аккаунт и начала его растить я такая думаю так я хочу сделать что-то яркое классное кризис у нас началось из вона все они очень любят я такая почему бы не поехать в европу на парижскую неделю моды и стать там первым дизайнером который выпустит нумерологическую коллекцию одежды я так а поехали и мы за неделю создали за некую неделю за две недели мы создали одежду 10 образов поехала я в париж с этими образов да там цифры на не там уж одежда была просто такая творческая работа для меня тем более когда я делаю запуск школы я всегда придумываю интересные поводы для меня это очень креативная работа а когда после же запуск в марте в конце марта ребята успеваете когда вы напишите в комментах когда вы смотрите это интервью они это не пропустят потому что их моих историю всегда в этот момент творится какая-то жесть я всегда что-то придумал вот и это для меня типа про расширение нормы ты что-то такое прикольное классное создавать и я очень люблю одежду я прям без ума от этого но когда я захожу в магазин я такая так эта сумка стоит 800 тысяч рублей подойдем мы не надо а потом срываюсь мне кажется что это вместо миндрать 5 миллионов 5 миллионов трать но на что если у меня просто одежда то такое то 5 миллионов сейчас мой жених меня обеспечивает плане а вот кстати как там по нумерологии вообще надо чтобы работала мужчина и женщина и оплаты как как это работает смотри вообще нумерология такого нет каждый человек сам это решает лично моя вот лично моя жизненная позиция что мужчина должен брать на себя такую ответственность потому что если я буду платить за квартиру или если я буду скидываться за жилье у меня это типа не ложится в моей голове я хочу оставаться девочкой и все мои деньги хочу тратить на классные проекты на рост своей там масштаба медийности растить школу сделать ее мировой и вообще усовершенствовать этот продукт так чтобы люди просто отлетали от него вот на что я должна тратить деньги и на сумочке вот а мужчина на все остальное она стоит и все остальное поездки путешествия еда проживание в идеале если еще и сумочки вообще было бы шикарно а сейчас это работает так он дарит мне подарки у нас это так называется он просто приходит сумочкой я такая вау сумочкой в этот момент во мне просыпается женская энергия пишем слово успех в директ и и да будут вам сумочки от ваших мужчин кристина и газарова ну спасибо спасибо